Дело автора. Пятнадцать лет назад мне прислали письмо. Я работал старшим следователем в управлении милиции Москвы на Петровке, 38. Письмо в обыкновенном конверте с простой трехкопеечной маркой. Таких ежедневно приходило множество, но это запомнилось мне на всю жизнь, хотя до сих пор не знаю отправителя. Вся почта поступала в секретариат управления. Там регистрировали и читали письма, которые затем через начальство под расписку попадали к следователям. Мы были обязаны проверить факты и дать заявителю ответ. Помню, заглянув в разрезанный конверт, но кроме двух фотографий с изображением мертвого человека ничего не нашел. Решил, что произошла ошибка. В тот момент дел по убийству у меня не было. Видимо, неизвестный отправитель что-то напутал. Я позвонил в секретариат. Девушка-инспектор объяснила, что в конверте записки не было, а на фотографиях мертвый Сергей Есенин. Вот тогда, вглядевшись, я узнал его. 42-й год. Немцы, отступив, окопались недалеко от столицы, накапливая силы для повторного удара. Карточная. Голодное время Москвы. Жизнь не стоила ломаного гроша. Человека могли убить за кусок хлеба. Моя мать работала надомницей. На складе швейной мастерской под строгую расписку ей выдавали кучу спекшихся от крови шинелей и гимнастерок, убитых красноармейцев. Мы везли их домой, стирали в ручье, сушили, выкраивали уцелевшие куски ткани и шили рукавицы. Оставшееся тряпье ответственнейшим образом собирали и за вычетом естественной убыли сдавали обратно по весу на склад. Два раза в неделю мы связывали тяжелейшие сумки и, еле передвигая ноги, тащились до маминой работы. На наше несчастье мастерская находилась далеко от трамвайной остановки. Попасть туда можно было только пешком. Сойти с трамвая на беговой, пройти километра три по Хорошевскому шоссе вдоль железной дороги или выйти у Ваганьковского кладбища, пересечь его по диагонали, а там уже рядом. Первый путь был длиннее, но по кладбищу ходить боялись. Шпаны было предостаточно, и не каждый из них, выхватив опасную бритву, мог догадаться, каким добром набиты наши сумки. Иногда, махнув рукой на все опасности, мы выходили у кладбища и, не оглядываясь, пробегали его. Однажды совсем изможденная мать не выдержала и села на прелую прошлогоднюю листву. Рядом свалился и я. Пока переводили дух, мой взгляд упал на невысокое корявое деревце со срезанной корой. На светлой древесине чернильным карандашом были нацарапаны слова «Я такой же неудачник, как и ты», а рядом, чуть видимый под ногами, могильный холмик с ржавым крестом и с надписью «Сергей Есенин». Меня словно током ударило. В свои десять лет я отлично знал, кто такой Есенин. Его стихи запрещены, за них можно быстро на Колыму угодить. Совсем недавно мой отец играл по воскресеньям на гармошке и тихо, чтобы не было слышно за дверью, напевал песни на стихи Есенина. Они всегда были грустными, он рукавом стирал с лица слезы, наверное, кто-то из соседей расслышал слова, и однажды ночью к нам по деревянной лестнице на второй этаж пришли трое молчаливых мужчин. Все перевернули, сняли со стены берданку, увели отца, мать побегала у ворот московских тюрем, но ничего не узнала и не добилась. Он сгинул навсегда. Я сидел на земле совсем рядом со страшным бугорком и, казалось, видел сквозь землю этого зловещего, черного человека. Не заметив моего потрясенного состояния, мать кивнула на соседнюю, еще более заброшенную могилу и сказала, что в ней похоронена девушка, беззаветно любившая Есенина и покончившего с собой у его креста. На дощичке едва проглядывали буквы «Верная Галя». Мы подхватили набитые сумки и поспешили дальше. С одной стороны, я ненавидел поэта, принесшего нашей семье столько горя, а с другой, мне было его жалко. Мне всегда было жалко пьяниц. А рядом с нашим домом была пивная. Заговорятся мужики за пивом, поставят недопитые кружки, а алкоголик возьми да отпей. Били за это смертным боем. Пьяницы всегда ходили без зубов и с синяками. Когда я подрос и полюбил поэзию, к могиле Сергея Есенина ходил часто. И не один, а с друзьями. Здесь всегда толпился народ. Начинающие или непризнанные поэты, почитатели его таланта, приносили к гранитной глыбе цветы, веночки, записки, читали стихи, правда, по привычке с оглядкой. Откупы варились бутылки, булькала сивуха, победно лязгали твердым стеклом граненые стаканы. По традиции не забывали плеснуть порцию водки и на заветный бугорок. Мало кто обращал внимание на самодельную дощечку, призывающую истинных друзей поэта не сквернять его память. Водку здесь пили годами. В то время дешевой водки было навалом, бери и пей за здоровье или упокой. В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новее. Разве кто-нибудь мог тогда, тем более вслух, подвергнуть сомнению единственную, несомненную версию смерти поэта самоубийства? И вот держу в руках чрезвычайно странные фотографии. По краям карточек текст на английском языке явно переснимали из зарубежного журнала. В наших изданиях таких фотографий я не видел. Кто прислал их? Для какой цели? По оттиску почтового штемпеля можно судить, что письмо было опущено в Рязани. Месяц назад я выезжал туда расследовать эпизод хищения крупной партии кровельного железа. На первой фотокарточке мертвый Есенин лежит на гостиничном диване, обитом дорогим китайским шелком. Его только что вынули из петли, волосы взлохмачены, верхняя губа опухшая, правая рука повисла в воздухе, на ней видны следы порезов. Но что за глубокая вмятина на лбу? По краям вмятины опухоль. Травма? Она, несомненно, прижизненная. Подобное повреждение судмедэксперты обычно характеризуют как нанесенное тупым, продолговатым, твердым предметом и опасное для жизни и здоровья человека. Под правой бровью и на лбу чуть выше переносится величиной скопеечную монету, хорошо различимы темные пятна, очень напоминающее, проникающее ранение в голову. Я не верил глазам. Общеизвестно, что Сергей Есенин страдал алкоголизмом, хулиганил, вел аморальный образ жизни и в конце концов от безысходности повесился. Но на фотографии не было характерных признаков наступления смерти от удушения. Не было высунутого изо рта языка, придающего лицо висельника, страшное выражение. Не видно и странгуляционной борозды. Удивляло и то, что труп положили на дорогой диван. Ведь у повесившихся ослабевают мышцы мочевого пузыря и кишечника. Особенно насторожило положение правой руки. Если труп висел, то рука должна быть вытянута вдоль туловища. Здесь же рука почему-то поднята вверх. Самоубийца, как только наступает удушья, начинает бороться за жизнь, предпринимает попытки вырваться из петли и поднимает руки вверх. Но потом, когда наступает смерть, руки падают вниз. Значит, трупное окоченение произошло в другом положении. Одежда не растрепана, что тоже алогично. Пуговицы на брюках не застегнуты. На втором снимке поэт лежит в гробу. Рядом стоят мать, сестры, жена, Софья Толстая, лица у всех напуганы. Позади первая жена Зинаида Райх, в истерике уткнувшее лицо в грудь второму мужу, режиссеру Всеволоду, Мирхольду. И здесь, под увеличением, все травмы явно видны на лице покойника. Значит, они действительно были, и это не дефект изготовления фотокарточек. Кто же причинил эти травмы? Почему никто никогда не писал о них? Почему в наших изданиях эти фотографии не публиковались? Аноним не сомневался, что я увижу на снимках признаки насильственной смерти и дам ход полученной информации, а он сам останется неизвестным. В стране хозяйничал КГБ всякого критика, сомневающегося в светлом будущем, отправляли в пермские лагеря или спецпсихбольницы. Я показал фотографии друзьям, криминалистам, экспертам, все сходились в одном. Необходимо изучить материалы уголовного дела по факту самоубийства Есенина. Но начинать частное расследование было делом абсолютно бесперспективным. Даже мне, наделенному большими правами в части допуска к закрытым секретным документам, могущественный КГБ не позволил бы прикоснуться к тайне трагической гибели поэта. Надеяться получить хоть какую-нибудь информацию от них бессмысленно. В Министерстве внутренних дел дела Есенина не оказалось. Разумеется, я понимал, что делать выводы по одним лишь фотографиям нельзя. Несомненно, на место гибели Есенина были вызваны лучшие следователи и эксперты. Они не могли не видеть этих травм и немедленно бы привлекли к уголовной ответственности виновных. Лицо поэта видели родные, близкие, друзья, они бы тоже не промолчали. «Ты не знаешь всех подробностей», убеждал меня один из лучших следователей Москвы. «Может, Есенин страдал эпилепсией и у него произошел припадок? В агонии он мог биться какие-нибудь предметы, поэтому травмы прижизненные, но не от чужой руки?» «Первого?» «Убили по приказу свыше». «Почему такую команду не могли дать в отношении Есенина?» «Не сдавался я». «Разве он был врагом властей, партии, режима, ГПУ?» «Кому был нужен твой лирик?» Писал о неразделенной любви, собаках, обледенелых кленах, о пьянстве и хулиганстве. Через некоторое время я убрал обе фотографии в стол, дав себе слово, когда-нибудь заняться изучением обстоятельств трагедии. Изматывающая работа следователя, постоянные командировки по стране не позволили выполнить сразу задуманное исследование, о чем искренне жалею. Пусть в те годы я бы не нашел нужных документов, зато мог поговорить с десятками людей, которые могли прояснить многое. Еще были живы сестры Екатерина и Александра Есенины, Софья Толстая, поэт Всеволод Рождественский, подписавший очень важные документы. Можно было отыскать в Ленинграде бывших работников печально известной гостиницы «Англитер Интернационал», провести детальный осмотр номера и следственный эксперимент. Сегодня ничего не вернешь. Жизнь заставила меня рано пойти работать. С шестого класса учился в вечерней школе, потом окончил вечернее отделение юридического института. На третьем курсе меня вызвали в деканат. Незнакомец в штатском, но с военной выправкой протянул мне руку. Мы изучили ваше личное дело, решили предложить вам работу в милиции. Сказать, что я не любил милицию, значит, быть неискренним. Мне ненавистен был вечно пьяный опер из угрозыска и участков, любивший на дурака выпить и хорошо закусить. Оба были бабники и мелкие взяточники. Работать с такими желания не было. Если категорически не возражаете, мы начнем спецпроверку. Я промолчал, заранее зная, что не пройду. Примерно через полгода я был зачислен в милицию районным следователем. Как оказалось, у меня были природные данные сыщика. Вскоре мне начали поручать расследовать наиболее сложные многоэпизодные преступления. Тысячу раз приходилось выезжать на места происшествий, быть очевидцем крушения человеческих судеб, часами слушать признания людей, от откровений которых холодело внутри. Профессия научила критически оценивать документы умудренных ревизоров, сомневаться в заключениях авторитетнейших экспертов, клятвенных показаниях подозреваемых и свидетелей, не верить на слово никому. Ни погони и перестрелки составляли мою работу. Чтобы опровергнуть показания подозреваемого, приходилось по нескольку дней сидеть в кассах аэрофлота и разбирать мешки с корешками авиабилетов пока не находил нужный. Я изучил технологию изготовления пирожных обоев, лимонады, гвоздей, щеток для уборочных машин, поддельных дипломов об окончании институтов и техникумов. Приходилось расследовать дела о хищениях в системе автотуалетов, туалетов на колесах, предприятий индивидуального пошива одежды, строительства, ремонтных работ. Узнал, как из четырех пальто можно выкроить пятое неучтенное, продать его, а деньги присвоить. Время от времени вспоминал о тех двух фотографиях. Наконец появилось свободное время и я решил разобраться в причинах гибели Есенина. Опыт работы с архивными документами был, поэтому я легкомысленно посчитал, что задачу разрешу за два-три месяца. Но все оказалось запутаннее. После смерти поэта его рукописи и записные книжки оказались ненужными властям. Все его имущество попало в частные и недостаточно добросовестные руки, не сумевшие сберечь наше национальное богатство. Выяснилось, что чудом сохранившиеся документы, разбросанные по архивам страны, не систематизированные, не реставрированные, не исследованы почерковедами, некоторые явно сомнительного происхождения. И самое главное, несмотря ни на какие перемены, наиболее уникальные документы до сих пор находятся в секретных архивах и исследователям не выдаются. Тогда я принялся с пристрастием изучать воспоминания современников, разыскивать людей, близких Есенину в последние годы жизни. Неожиданно для себя обнаружил, что по-настоящему не знаю биографии поэта. Общеизвестно, например, что он радостно встретил революцию, несколько раз пытался вступить в партию большевиков, о чем восторженно свидетельствовали его друзья. Вдруг я постепенно начинаю узнавать об обратном. Натыкаюсь на письмо Есенина 4 декабря 1920 года другу и наставнику Иванову Разумнику, на которое ранее не обращал особого внимания. Дорогой Разумник Васильевич, простите, ради Бога, за то, что не смог вам ответить на ваше письмо и открытку. Так все неожиданно и глупо вышло. Я уже собрался к 25 октября выехать, и вдруг пришлось вместо Петербурга очутиться в тюрьме ВЧК. Это меня как-то горошило, оскорбило, и мне долго пришлось выветриваться. Конечно, перестроение внутреннее велико, я благодарен всему, что вытянуло, положило формы и дало ему язык, но я потерял все то, что радовало меня раньше от моего здоровья. Я стал гнилее. Вероятно, кое-что по этому поводу вы уже слышали. Есенин сидел в самой страшной тюрьме страны. В письме поэт не объясняет, за что его держали в темнице. Судя по всему, 25 октября 1920 года он уже содержался на Лубянке. Письмо датировано 4 декабря, значит, он, возможно, два с половиной месяца находился под стражей. Это очень серьезный срок. И еще, если Есенина арестовали, значит, против него было возбуждено уголовное дело, его обязаны были судить. Если уголовное дело прекратили, следователь, необоснованно державший поэта под стражей, должен был сам понести наказание. В журнале «Огонек» в номере 10-м за 1929 год читаю большой очерк чекиста Тимофея Самсонова под громким названием «Роман без вранья плюс Зойкина квартира». Автор, восхищая своими решительными действиями, рассказывает, как арестовывал Есенина его спутников и отправлял в тюрьму на Лубянку, где даже приказал сделать групповой снимок задержанных. Анализирую собранные материалы, оказывается, Самсонов описывает события 1921 года. Выходит, это был уже не первый арест. Обращаюсь к литературоведаму. Они ссылаются на пьяные дебоши Есенина, поэт хулиганил, вот его и задерживали. Если это так, то при чем здесь чекисты, которые занимались борьбой с контрреволюцией? Я из Москвы надолго убежал, с милицией я ладить не в сноровке, за всякий мой пивной скандал они меня держали в тягулевке. Поэт прямо говорит о задержании его милиции, вычекая и ГПУ разные организации. В деле Есенина загадки плодятся в арифметической прогрессии. После ареста поэта Самсоновым и его компанией суда над Есениным не было, его отпустили. Почему? А как же нарушитель социалистической законности чекист? Понес ли он наказание за необоснованный арест? Ничего подобного. Ему было дано повышение. Самсонов руководил подавлением восстания тамбовских крестьян против большевистских вождей. Все чаще и чаще я находил факты, которые умышленно замалчивались биографами. Обращения к ним ничего положительного не давали. Есенина веды обычно возмущались, упрекали меня в незнании материала и всячески мешали работе. Я не сомневался, что есть еще много людей, способных помочь раскрытию тайны трагической гибели поэта, но не знал их. Хотел через прессу обратиться к читателям, но мои материалы не печатали даже многотиражные газеты. Тема Есенина для посторонних была закрыта. Однако, к счастью, находились и доброжелатели. Они оказались во многих архивах, в спецхранах, в музеях. Рискуя своей должностью, они подсказывали дальнейшие шаги в моей нелегкой работе. Боясь причинить им вред, не могу даже сегодня назвать их имена. Дело номер один. Принцип домино. Звонит телефон. В трубке женский голос. Мне рассказали, что вы занимаетесь частным расследованием гибели Есенина. В Центральном архиве Октябрьской революции только что обнаружили новые документы. И не просто документы, а целое уголовное дело. Только одно условие. Принимаю ваши условия. Собираюсь и еду в архив. Не передумали бы. И вот здесь необходим краткий экскурс в историю, без которого не разобраться в обстановке тех дней и месте Есенина в ней. 7 ноября 1917 года сравнительно небольшая кучка революционеров, поддержанных из-за рубежа врагами России и оружием и деньгами, свергла временное правительство и захватила власть в стране. Сначала они заявили, что захватили власть только до съезда учредительного собрания. Но когда депутаты приехали в Петроград, их просто-напросто разогнали. Морали в политике нет, объяснил вождь большевиков Ленин, а есть только целесообразность. Чтобы удержаться у власти, большевики срочно создают карательные органы. 7 декабря 1917 года Совет народных комиссаров торопливо узаконивает Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Председателем ВЧК был назначен страдающий эпилепсией и расстройством психики Феликс Держинский. В стране ядовитыми поганками расплодились чрезвычайки. «Мы Россию отвоевали, должны теперь Россией управлять», заявил Ленин в начале 1918 года, и полетели от него во все концы телеграммы расстреливать, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты. Будьте образцово беспощадны. Надо поощрять энергию и массовидность террора. 21 февраля он подписал декрет воззвания «Социалистическое отечество в опасности», по которому неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, германские шпионы расстреливаются на месте преступления. По каким критериям надо определять, кто громилы, а кто нет, и почему расстреливаются лишь германские шпионы, в декрете не сказано. Не было губернии, где бы против режима большевиков не выступили рабочие и крестьяне. Эти выступления подавлялись невиданной в России жестокостью, а нравственная позиция Ленина четко просматривается в его строго секретной записке членом Политбюро ВКПБ. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать. 5 сентября 1918 года Советом народных комиссаров было принято постановление, согласно которому расстреливались все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам. А поскольку в стране отсутствовало уголовное законодательство, правового понятия контрреволюционной организации, заговора, мятежа не было, то при желании можно было расстрелять кого угодно. Держинский набирал в ЧК бывших уголовников, психопатов, параноиков, откровенных садистов и сексуальных маньяков, большинство из которых коммунистами никогда и не были. Все без исключения ответственные должности в этой карательной машине захватили худшие представители своих народов евреи, латыши, кавказцы. В основу деятельности чрезвычаек было положено осведомительство. Комиссары из ЧК вербовали тайных агентов во всех слоях общества, на заводах, фабриках, в армии, милиции, партии. Каждый член партии обязан был сообщать об известных ему злоумышленниках. Отказаться от фискальства было невозможно, потому что вопрос стоял или-или. У людей брали подписку о тайном сотрудничестве. Выдача своих контактов с чекистом считалась государственным преступлением, проговорившийся расстреливался немедленно. За сравнительно короткий промежуток времени все общество было окутано паутиной предательства. Передо мной уголовное дело Есенина той поры. Тоненькая папка объемом чуть толще ученической тетради, бумага состарилась, пожелтела, на обложке номер 155. Возбуждено в январе 1920 года. Что же контрреволюционного совершил Есенин, если им заинтересовались чекисты? Доклад. 11 января 1920 года по личному приказу дежурного по комиссии товарища Тизенберга я, комиссар МЧК оперативной части Рекстинь, прибыла на Тверскую улицу в кафе Домино Всероссийского союза поэтов и застала в нем большую крайне возбужденную толпу посетителей, обсуждавшую только что происшедший инцидент. Из опроса публики я установила следующее. Около 11 часов вечера на эстраде появился член союза Сергей Есенин и, обращаясь к публике, произнес площадную грубую до последней возможности брань. Поднялся сильный шум, раздались крики, едва не дошедшие до драки. Кто-то из публики позвонил в МЧК и просил прислать комиссара для ареста Есенина. Скандал до некоторой степени до моего прихода в кафе был ликвидирован случайно проходившим по улице товарищем из ВЧК Шейкманом. Ко мне поступило заявление от президиума союза поэтов, в котором они снимают с себя ответственность за грубое выступление своего члена и обращаются не допускать подобных выступлений в дальнейшем. Мои личные впечатления всей этой скандальной истории сложились в крайне определенную форму и связаны не только с недопустимым выступлением Есенина, но о кафе как таковом. По характеру своему, это кафе является местом, в котором такие хулиганские выступления являются почти неизбежным, так как и состав публики и содержание читаемых поэтами своих произведений вполне соответствуют друг другу. Мне удалось установить из проверки документов публики, что кафе посещаются лицами, ищущими скандальных выступлений против советской власти, любителям грязных безнравственных выражений и так далее. И поэты, именующие себя футуристами и имажинистами, не жалеют слов и сравнений нередко настолько нецензурных и грубых, что в печати недопустимых, оскорбляющих нравственное чувство, напоминающих о кабаках самого низкого свойства. В публике находились и женщины, и явно хулиганские выступления лиц, называющих себя поэтами, становятся тем более невозможными и недопустимыми в центре советской России. Единственная мера возможная в отношении к данному кафе это скорейшее его закрытие. Комиссар МЧК А. Рекстинь. Примечание. Присем припровождаю протокол от товарища ВЧК Шейкман и заявление от президиума Союза поэтов и публики Рекстинь. Этот и другие документы копии подлинников. Стиль сохранен автор. А вот и протокол от товарища из ВЧК Шейкмана товарищу Мессингу. 11 января 1920 года 11 часов вечера когда я шел домой от товарища Эйдука по Тверской улице я услышал шум в кафе поэтов зашел туда то услышал что публика кричит на поэтов что с эстрады нельзя ругать по матушке чуть дело не дошло до драки я ликвидировал скандал потом явился комиссар Рекстейн и принял некоторое заявление от публики и протокол Шейкман в деле номер 155 есть еще документы на клочках бумаги записи протокол Леви Семен Захарович мещанин Таврической губернии 28 лет сотрудник наркомпрод показал следующее В воскресенье 11 января 1920 года я с компанией моих знакомых Надеждой Татьяна Лобановых Страстной Бульвар и товарищ Карпов сотрудник наркомпрода организационного отдела сидя в кафе поэтов на Тверской дом 18 один из поэтов член союза Есенин выражался с руганью по матушке ВЧК заявление Мы присутствующие посетители в кафе поэтов по Тверской улице домино заявляем 11 января 1920 года выступал на эстраде член союза поэт Сергей Есенин и в первых словах своих ко всей публике сказал Я вошел на эстраду для того чтобы послать вас всех к матери и затем продолжал и дальше грубеть публике по поводу невнимание ее к поэтам Считаю подобную форму обращения к публике Советской Республики возмутительным просим принять посему соответствующий предел фамилии неразборчивы ВЧК заявление от президиума Всероссийского союза поэтов Президиум Всероссийского союза поэтов заявляет что выступление поэта Есенина имевшее место в кафе при союзе происходило не от президиума и президиум ВСП ни в коем случае не может брать ответственность за отдельное личное выступление членов союза все же меры к тому чтобы впредь подобное выступление не повторялись президиум обязуется принять председатель ВСП грузинов На одном из листочков дела есть приписка работника наркомпрода Карпова подтвердившего что после выступления Есенина несколько человек со стервенением опрокидывали стулья а одной кричащей даме не понравилось стихотворение в котором публику назвали белогвардейской остальная часть публики хохотала и гоготала другие шумели и насмехались Вот и все уголовное дело Почему же его возбудили чекисты Ведь если все так и было то в действиях поэта как максимум мелкое хулиганство У чекистов более серьезные дела В Москве сверпствовали болезни голод на улицах промышляли десятки тысяч беспризорников и отпетых преступников и тем не менее в кафе домино собиралась творческая молодежь разгорались яростные литературные споры поэтов различных направлений современники отмечали что там нередко дело доходило до скандалов публика набивалась до предела люди стояли в дверях проходах на лестнице наступала очередь Есенина выступать он подошел ближе к рампе и начал читать сорока уст когда он произнес и всыпают нам в толстые задницы окровавленный веник зари поднялся в зале невероятный шум свист топот крики брюсов непрерывно звонил в колокольчик наконец уловив момент когда неистовство в зале стало спадать но до тишины было еще далеко брюсов во всю силу своего небольшого голоска крикнул доколе же мы будем бояться истина русских слов только после этого зал успокоился вспоминала об одном из таких выступлений знакомая Есенина М. Свирская об инциденте 11 января 1920 года вспоминал Н. Политаев нас молодых выдвигающихся тогда поэтов из пролеткульта пригласили читать стихи в домино когда мои товарищи читали я с беспокойством смотрел на них и на публику они рабели старались читать лучше и оттого читали хуже чем всегда а публика эта публика в мехах награбленных с голодного населения лениво побалтывала ложечками в стаканах дрянное кофе с сахарином и даже переговариваясь между собой нисколько не стесняясь мне пришлось читать последнему после меня объявляют Есенина он выходит в меховой куртке без шапки обычно улыбается но вдруг неожиданно бледнеет как-то отодвигается спиной к эстраде и говорит вы думаете что вышел читать вам стихи нет я вышел за тем чтобы послать вас спекулянты и шарлатаны публика повскакивала с мест кричали стучали нализали на поэта звонили по телефону вызывали чеку нас задержали часов до трех ночи для проверки документов Есенин все так же улыбаясь веселый взволнованный притворно возмущался отчаянно размахивал руками стискивая кулаки и наклоняя голову бычком он был доволен на первый взгляд дело не представляло для Есенина большой опасности но нужно знать людей указанных в материалах дела аэйдук эсмессинг шейкман арекстин они выполняли специальный секретный приказ Держинского в пункте пятом которого рекомендовалось устройство фиктивных белогвардейских организаций в целях быстрейшего выяснения иностранной агентуры на нашей территории они организовывали провокации в отношении недовольных советской властью лиц с помощью тайных агентов создавали подпольные организации а затем расстреливали всех подряд а рекстинь спокойным каллиграфическим почерком написала указанный выше доклад она отлично предвидела дальнейшее последствие для Сергея Есенина на ее докладе в верхнем левом углу имеется резолюция какого-то высокого чекиста в секретный оперативный отдел и подпись неразборчивая начальником секретно-оперативного отдела МЧК был 29-летний Эс Мессинг лысый невысокого роста человек с недобрым взглядом и болезненными мешками под глазами он-то и вызывал оперативника который завел на Есенина и его окружение разработку секретное дело стряпались обычно такие дела по трафарету оперативник подыскивал тайного агента или нескольких осведомителей из числа постоянных посетителей кафе домино и собирал в разработку их доносы кто что сказал кто и чем недоволен затем агенты провоцировали фигурантов на разговоры поили их водкой полученной для этой цели у чекистов выбрав момент чекисты однажды всех арестовывали как контрреволюционеров но дело Есенина номер 155 почему-то не нашло своего продолжения в секретно-оперативном отделе и было передано в следственный отдел в том виде как и собрала орехстень видимо причина в следующем кровавый красный террор проводившийся в стране ВЧК вызвал бурю протестов не только на западе но и среди видных большевиков некоторые откровенно называли ВЧК собранием убийц и насильников многие вожди понимали что не сегодня завтра они сами могут стать жертвами произвола я много работал в секретных архивах разыскивая документы о зверствах чекистов 30 декабря 1919 года пленум московского совета заслушал заместителя начальника МЧК В. Манцева о деятельности этой организации основной упор он сделал на борьбу со спекуляцией сказал в общих словах Манцев и о разоблачении шпионов контрреволюционеров бандитов против ВЧК выступил депутат массовета Гоненберг назвав доклад Манцева сказкой из тысячи и одной ночи он заявил что не видит никакой пользы от деятельности чрезвычайки он обвинил МЧК в применении массового террора в то время когда ни о каких контрреволюционных заговорах мы давно не слышали когда все уже спокойно и враг далек выступление Гоненберга было подлинным героическим поступком и я не сомневаюсь что вскоре он был уничтожен тем не менее Манцева из МЧК убрали вместо него 3 января 1920 года назначили Мессинга на заседании ЦК партии против репрессий в МЧК выступили несколько видных большевиков Дзержинский от расстройства упал в припадок эпилепсии прямо на заседании 15 января он вынужден был дать во все губчика шифротелеграмму в которой приказывал прекратить расстрелы по приговорам ВЧК и всех ее местных органов все эти события проходили в обстановке строгой секретности и рядовые сотрудники о них не знали продолжая разоблачать врагов советской власти 27 января в деле Есенина появился следующий документ выписка из протокола заседания коллегии следственного отдела МЧК от 27 января 1920 года слушали дело номер 155 дело кафе домино постановили дело передать в местный народный суд российская социалистическая федеративная советская республика отдел общей канцелярии ликвидационный стол в соунарсуд московская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и преступлением по должности при московском совете 3 февраля 1920 года номер 17 661 согласно постановлению коллегии следственного отдела 27 января 1920 года московская чрезвычайная комиссия присем препровождает на ваше распоряжение дело номер 155 гражданина Есенина Сергея из документа видно что Есенин вызывался в суд 31 марта но не явился теперь становится понятным почему он неожиданно для всех уехал во второй половине марта в Харьков Есенина веды основываясь на воспоминаниях современников утверждают что поэт ездил на Украину только потому что там было менее голодно теперь знаем точно он скрывался от преследования властей в Харькове Есенин пробыл примерно три недели и возвратился в Москву здесь долго не задержался и в середине апреля отбыл на родину в село Константиново в уголовном деле номер 155 есть отметка о назначении суда на 3 мая поэта опять не нашли в начале июля Есенин надолго уехал из Москвы вместе с Марингофом и Гостевым в вагоне их общего друга Колобова ответственного работника НКПС он посетил Ростов-на-Дону Таганрог Новочеркасск Тихорецк Пятигорск Кисловодск Баку Тбилиси Его душевное состояние в какой-то мере выражено в августовском письме Клившиц Мне очень грустно сейчас что история переживает тяжелую эпоху умерщвления личности как живого ведь идет совершенно не тот социализм о котором я думал а определенный и нарочитый как какой-нибудь остров Елены без славы и без мечтаний тесно в нем живому тесно строящему мост в мир невидимый ибо рубят и взрывают эти мосты из-под ног грядущих поколений конечно кому откроется тот увидит тогда эти покрыты уже плесенью мосты но всегда ведь бывает жаль что если выстроен дом а в нем не живут челнок выдолблен а в нем не плавают в дороге Есенин постоянно работал здесь он написал одну из лучших своих поэм сорока уст видели ли вы как бежит по степям в туманах озерных краясь железной ноздрёй храпя на лапах чугунных поезд а за ним по большой траве как на празднике отчаянных гонок тонкие ноги закидывая к голове скачет красногривый жеребенок милый милый смешной дуралей ну куда он куда он гонится неужели он не знает что живых коней победила стальная конница при тогдашней неразберихе уголовное дело номер 155 положили в суде на полку и забыли про него не забыли про Есенина только чекисты дело номер 2 персидские мотивы номер 1 теперь я понимал что без изучения материалов находящихся в прокуратурах и секретных архивах КГБ восстановить причину трагической смерти нельзя и стал искать подходы к этим документам в просторном тихом кабинете отложив в сторону свежие газеты меня принял и внимательно выслушал высокий начальник в белой накрахмаленной рубашке узнав что меня интересует он оживился а для чего вам это нужно хочу установить правду о гибели поэта а разве она не установлена у вас документы имеются предъявляю удостоверение полковника милиции заслуженного работника МВД СССР с печатями и подписями известных должностных лиц меня это не интересует кто поручил вам заниматься делом Есенина я выступаю как частное лицо вы более чем кто-либо другой должны знать порядок ознакомления с архивными документами постоянного хранения он опустил глаза и уставился в свежие газеты этого хранителя читистских секретов и любителя свежих газет скоро самого выгнали на улицу теперь он ненавидит порядки которые так усердно защищал ненавидит несмотря на многочисленные рогатки бюрократические заслоны мне все-таки удалось получить для изучения ряд важных материалов 18 октября 1920 года 25-летний Сергей Есенин пришел к своему приятелю Александру Кусикову Арбат Большой Афанасьевский переулок дом 30 квартира 5 и неожиданно был арестован сотрудниками ВЧК одновременно были арестованы Кусиков и его младший брат Рубен все были доставлены во внутреннюю тюрьму на Лубянке на следующий день Есенина допросили он показал что пришел к другу переночевать потому что своей комнаты не имеет сам недавно возвратился из командировки на Кавказ по делу были арестованы еще несколько человек которые никакого отношения ни к Есенину ни к Кусиковым не имели никакого преступления не совершали для какой же цели чекисты арестовывали поэта некоторые Есенина веды считают что его случайно задержали при проверке документов этот вывод наивен Есенин был достаточно известной личностью и совсем не требовалось сажать его в тюрьму чтобы убедиться кто он есть на самом деле 24 октября Есенина допрашивал сотрудник секретного отдела ВЧК Девенталь Я состоял с секретарем товарища Колобова уполномоченного НКПС 8 июля мы выехали с ним на Кавказ были тоже в Тифлисе по поводу возвращения вагонов и паровозов оставшихся в Грузии В Москву я приехал с докладом товарищу Громану Кусиковым зашел как своим старым знакомым и ночевал там где и был арестован Сергей Есенин теперь мы знаем на этот раз поэт находился в тюрьме 8 суток но какие это были сутки каждую ночь во дворе дома номер 7 по Варсонофьевскому переулку расстреливали арестованных чтобы меньше были слышны выстрелы заводили мотор грузовой машины иногда стрельба неудачна с одного выстрела человек падает но не умирает тогда выпускают в него ряд пуль наступая на лежащего бьют в упор в голову или в грудь 10 11 марта Алиховскую приговоренную к смерти за пустяковый проступок который смешно карать даже тюрьмой никак не могли убить 7 пуль попало в нее в голову и грудь тело трепетало тогда Кудрявцев чрезвычайник из прапорщиков очень усердствовавший недавно стал коммунистом взял ее за горло разорвал кофточку и стал крутить и мять шейные хрящи девушке не было 19 лет снег на дворе весь красный и бурый все забрызгано кругом кровью устроили снеготайлку благо дров много жгут их во дворе и улице в кострах полсажениями снеготайлка дала жуткие кровавые ручьи нелегальный бюллетень эсеров никакого обвинения Есенину предъявлено не было но вот странный факт освобожден он был под поручительство известного международного террориста Якова Блюмкина вот текст этого документа подписка о поручительстве за гражданина Есенина Сергея Александровича обвиняемого в контрреволюции по делу граждан Кусиковых 1920 года октября месяца 25 дня я ниже подписавшийся Блюмкин Яков Григорьевич проживающий в гостинице Савой номер 136 беру на поруки гражданина Есенина и под личную ответственность ручаюсь в том что он от суда и следствия не скроется и явится по первому требованию следственных и судебных властей подпись поручителя партийный билет ЦК Иранской Коммунистической партии 25 октября 1920 года Москва Блюмкин считал себя поэтом симпатизировал группе иммажинистов несколько раз был в компании поэтов в кафе домино был ли его поступок проявлением милосердия либо за ним крылась какая-то хитроумная операция против Есенина риторический вопрос но лично мне ясно одно темная личность по фамилии Блюмкин просто так ничего не делала тем более идущего в разрез с линией ВЧК его пути с Есениным еще не раз пересекутся дело номер три Зойкина квартира обман без вранья в архивах я обнаруживал удивительные документы группа рабочих завода Гужона обращается в Моссовет с просьбой улучшить жизнь и условия быта они жизнь при царе считают намного лучшей нежели после революции инвалид гражданской войны просит разрешить ему пользоваться лифтом поскольку ему без ноги подниматься на пятый этаж тяжело оказывается в то время лифтом пользовались лишь высокие партийные начальники около сотни граждан обращаются в Моссовет с просьбой выдать им разрешение на посадку в трамвай с передней площадки зачем им понадобилось подобное разрешение оказывается на трамвае образовывались очереди иногда приходилось стоять по несколько часов тысячи жителей Москвы просят Моссовет разрешить им выехать за город или в соседнюю губернию за продуктами почему они спрашивают я видел заявление с просьбой выехать в Малаховку садись и езжай оказывается на всех дорогах стояли заградотряды и всякого человека могли схватить обвинить в спекуляции продукты отобрать а его самого тут же расстрелять в Москве голод люди гибнут от холода и недоедания а им не разрешают выехать в свою деревню за картошкой житель сарбата жалуется на то что жильцов их дома подняли в три часа ночи для уборки улицы но никаких лопат не выдали продержали всю ночь а утром всем нужно было идти на работу на всех заявлениях в левом верхнем углу карандашом написано магическое слово архив или еще короче арх и подпись чаще всех такие подписи ставил один из вождей большевиков лев каменев другими словами без рассмотрения заявления они прямым сообщением отправлялись в архив из секретных документов я узнал о размахе народного гнева против тоталитарного режима большевиков только в 1918 году в России произошло 245 восстаний раскрыто 142 контрреволюционные организации расстреляно 6300 человек число расстрелянных взято из отчета ВЧК и явно занижено жертвами тирании стали миллионы но в первую очередь меня интересовали материалы о Есенине стал отрабатывать всех кто окружал поэта и в частности Якова Блюмкина ведь он взяв Есенина на поруки фактически спас от возможного расстрела так кто же он странный спаситель в мае 1918 года в Москву из Одессы приехал 20-летний недоучившийся раввин Яков Блюмкин в партии большевиков не состоял заслуг в революции не имел несмотря на юный возраст и незнание жизни в России он был назначен ВЧК начальником отдела по борьбе с немецким шпионажем И что удивительно этот молодой человек проявил необыкновенную для его возраста изобретательность и коварство Особенно поражают его авантюристические способности в отношении германских дипломатов В московской гостинице проживала шведская актриса Ланстром которую неожиданно нашли мертвой Чекисты во главе с Блюмкиным объявили ее смерть самоубийством в связи с ее контрреволюционной деятельностью А раз она контра значит и другие постояльцы гостиницы враги советской власти Немедленно арестовали дожидавшегося выезда на родину военнопленного графа Роберта Мирбаха племянника германского посла в Москве Яков приступил к его допросу 10 июня путем угроз расстрелом он вынудил пленного офицера дать подписку о тайном сотрудничестве с чекистами вот ее текст Я ниже подписавшийся венгерский подданный военнопленный офицер австрийской армии Роберт Мирбах обязуюсь добровольно по личному желанию доставить Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией секретные сведения о Германии и о германском посольстве в России Все написанное здесь подтверждаю и добровольно буду исполнять граф Роберт Мирбах Несомненно эта провокаторская операция чекистов проводилась с высокой санкцией поскольку Советская Республика с трудом заключила мирный договор нужный ей как воздух 6 июля Блюнкин вместе с Андреевым приезжают в денежный переулок где размещалось германское посольство и предъявляют мандат ВЧК за подписью Дзержинского на право переговоров с послом Мирбахом о судьбе его племянника вот этот документ Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией уполномачивает ее члена Якова Блюнкина и представителя революционного трибунала Николая Андреева войти непосредственно в переговоры с господином германским послом в Российской Республике по поводу дела имеющего непосредственное отношение к господину послу В момент разговора Блюнкин стал стрелять в посла и бросил две гранаты затем с Андреевым скрылся в общей суматохе Посол был убит Ленин и Свердлов лично приезжали в посольство и приносили извинения Вскоре в Германию советское правительство отправило 245 тонн золота Видимо часть золота была компенсацией за убийство Мирбаха Остальное пошло на организацию революции в Германии Сам Блюнкин никаким репрессиям не подвергся свободно разгуливал по Москве жил в богатой гостинице теперь националь и даже посещал кафе поэтов домино Андреев вскоре погиб при загадочных обстоятельствах Однажды хорошо знающий архивы сотрудник конфиденциально намекнул мне что в известном уголовном деле Таганцева поэта Гумилева и других имеются показания на Сергея Есенина и Владимира Маяковского как на участников заговора само дело я даже не мечтал получить по нему был расстрелян 61 человек а около 140 отправлены в концлагеря уголовные процессы 1937 1939 годов по сравнению с аналогичными 20-х годов были вроде детской игры в лошадки собираю материал по крупицам в 1921 году закончилась гражданская война народное хозяйство в разрухе в ряде губерний голод то тут то там вспыхивают восстания рабочих и крестьян подавление жесточайшее в Астрахани по собравшимся на площади митингующим рабочим пьяные чекисты открыли перекрестный пулеметный огонь уложив около пяти тысяч на тамбовщине пылают села льется кровь целая армия под руководством Михаила Тухачевского подавляет доведенных до отчаяния крестьян страна опутана системой тайных осведомителей и доносчиков и вдруг восстание в Кронштадте десятки тысяч моряков арестовали комиссаров обвинили правительство и партию большевиков в антинародной политике 15 марта восставшие напечатали обращение к народу на горьком опыте трехлетнего властвования мы убедились к чему приводит партийная диктатура немедленно на сцену выползает ряд партийных генералов уверенных в своей непогрешимости и не брезгующих никакими средствами для проведения в жизнь своей программы как бы она не расходилась с интересами трудовых масс за этими генералами неизбежно тащится свора примыкающих прихвостней не имеющих ничего общего не только с народом но и с самой партией создается класс паразитов живущих за счет масс озабоченных своим собственным благополучием поэтому ни одна партия не имеет ни юридического ни морального никакого иного права управлять народом дело идет еще хуже когда у власти стоит не одна а несколько партий тогда в межпартийной своре за преобладание у руля правления некогда думать и заботиться о трудящихся вот почему на знамени восставшего Кронштадта написан лозунг власть советом а не партием в политбюро растерянность что делают ваши чекисты за что получают пайки истерично вопят вожди на руководителей ВЧК опять проворонили 8 марта армия Тухачевского предприняла штурм крепости Кронштадт но атака по льду Финского залива была легко отбита 6 марта члены ревкома восставших вершинин пришел на переговоры но был арестован и расстрелян 10 марта на материк пришла вторая делегация во главе с членом ревкома Перепелкиным но ее постигла участь первой 16 марта кронштадтцы приняли решение уйти по льду в Финляндию 18 марта большая часть восставших ушла и тут войска Тухачевского ворвались в город Троцкий лично принялся каленым железом выжигать Кронштадт этот очаг контрреволюции по распоряжению Троцкого была ученена форменная резня писал Успенский кровь текла по улицам Кронштадта смешиваясь с весенними ручьями это была дикая свирепая вакханалия которой нет никаких оправданий не с лучшей стороны проявил себя и Тухачевский когда ему впоследствии напоминали о кронштадтской резне отделывался короткой фразой я выполнял приказ 5 июня 1921 года Ленин написал письмо к Жижановскому по секрету в Питере открыт новый заговор участвовала интеллигенция есть профессора не очень далекие от Осадчева из-за этого куча обысков у его друзей и справедливо осторожность вскоре Петроградская чрезвычайка информировала население о раскрытии подпольной антиправительственной объединенной организации кронштадтских моряков руководителем этой организации был назван матрос линейного боевого корабля Петропавловск Комаров который якобы перешел границу с Финляндией и прибыл в Петроград где начал активную подпольную деятельность как и полагалось в подобных провокациях чекисты сообщили что на квартире Комарова при обыске нашли динамит документы печать штамп бланки типографский станок несомненно подобные опубликации были рассчитаны на обывателя плохо представляющего деятельность подпольщика который избегает даже зашифрованных записей не говоря об изготовлении печати и штампов зачем подпольной организации печать на какие документы ее ставить кого можно убедить при тайных встречах наличием штампа или бланка даже школьнику известно что в целях элементарной конспирации пользуются паролями условными знаками и тому подобное комаров судя по сценарию участвовал в кронштадтском мятеже следовательно его квартира находилась под наблюдением чека да и какая квартира могла быть у матроса нет никакого сомнения что он являлся либо провокатором либо его имя было использовано чекистами для начала иезуитской провокации против ни в чем не повинных людей в процессе дознания чекисты неожиданно для себя выяснили что обнаруженная ими подпольная объединенная организация кронштадтских моряков является малой частью другой более крупной организации контрреволюционной петроградской боевой организации союз возрождения России во главе которой стоял профессор Таганцев сын известного всему образованному миру академика правоведа Таганцева расследование по делу возглавил Яков Агранов следователь ВЧК в будущем заместитель наркома внутренних дел он знаменит как крупный специалист по изобличению контрреволюционеров по делу Таганцева им было привлечено к уголовной ответственности более 200 человек среди которых были известны ученые писатели художники общественные деятели а поскольку они все родились до Октябрьского переворота то большинству из них были навешаны враждебные ярлыки приват доцента члена царствующей фамилии фрейлин царского полковника незаконно рожденного сына князя и тому подобное поэт Николай Губелев в газетах оскорбительно для того времени назывался дворянином академику Таганцеву писателю Максиму Горькому другим заступникам удалось заставить Ленина лично ознакомиться с формулами обвинения в собрании сочинений Ленина опубликована записка касающаяся этого дела по его распоряжению ВЧК обязали доложить обстоятельства дела более подробно кстати эта записка десятки лет скрывалась от народа Шеф чекистов Держинский и нарком юстиции Курский категорически требовали подвергнуть всех контрреволюционеров суровым репрессиям о чем сделали Ленину доклад сам вождь имел юридическое образование и мог бы сам разобраться в виновности или невиновности арестованных однако этого не сделал осенью 1921 года петроградская газета революционное дело сообщила некоторые подробности казни 61 человека по делу Таганцева среди которых были 16 женщин две сестры милосердия две студентки жены ученых пошедшие на казнь за своими мужьями расстрел был произведен на одной из станций Ириновской железной дороги арестованных привезли на рассвете и заставили рыть яму когда яма была наполовину готова приказано было всем раздеться начались крики вопли о помощи часть обреченных была насильно столкнута в яму и по яме была открыта стрельба на кучу тел была загнана и остальная часть и убита тем же манером после чего яма где стонали живые раненые была засыпана землей если были показания на есенина то почему он не был привлечен по этому делу а гранов в числе других ненавидел поэта и немедленно бы расправился с ним при малейшей возможности думаю поэта спасло отсутствие его в москве в середине апреля 1921 года он уехал в туркестан в вагоне уже упоминавшегося колобова и только около 10 июня возвратился в столицу но вновь уехал в новгород документы свидетельствуют поэт был в москве в конце июня в это время следователь был слишком занят но он еще займется поэтом и вот есенина вновь арестовывают об этом в шутливой форме рассказал его приятель Мариянгоф в романе без вранья арестовали Мариянгофа Колобова и есенина за что несколько поэтов вместе с есениным на кооперативных началах приобрели право торговли книгами по искусству их магазинчик располагался рядом с консерваторией недалеко была частная столовая куда поэты ходили обедать ее в своей собственной квартире Тверской бульвар дом номер один открыла бывшая землевладелица Зоя Петровна Шатова здесь и были арестованы поэты они не нарушили никаких законов но были схвачены чекистами во главе с начальником секретно-оперативного отдела ВЧК Самсоновым уже не московской ЧК а именно всероссийской никаких законных оснований для ареста не было Колобов предъявил свой мандат чрезвычайного комиссара железных дорог Есенин стал протестовать против задержания всех посадили в грузовой автомобиль и отвезли на Лубянку Никакой ошибки в аресте Есенина не было Мне удалось найти подпись Самсонова в деле когда поэта арестовывали в квартире Кусикова Именно там с его разрешения было прекращено уголовное дело Самсонов хорошо знал поэта по многочисленным доносам тайных осведомителей Он арестовывал Есенина и других с явной целью расправиться с ними Гордясь своей безнаказанностью и злоупотреблением властью он написал в журнале Огонек Я протянул ему ордер за подписью того кого уже нет но отчего имени трепетали капиталисты всего мира и все враги народа Дзержинского Следовательно вся эта акция ареста была согласия Дзержинского Для оправдания и прикрытия чекисты сначала распустили слух о спекуляции Шатовой потом о спекулятивных сделках в ее квартире посетителей Если так то зачем арестовывать людей которые к этим сделкам не имеют никакого отношения Восхищаясь своими действиями Самсонов пишет как он поместил в одну камеру мужчин и женщин Внутренняя тюрьма ВЧК просторное и светлое помещение На кроватях рядом со спекулянтами валютчиками и гостями Зойки Шатовой лежат Есенин Марий Ингов и другие герои его романа без вранья Настроение у всех подавленное особенно это заметно на дамах Можно представить настроение наших героев если за стенкой расстреливали арестованных под грохот моторов грузовиков Я не нашел этого дела но предположительно события относятся к августу 1921 года У Есенина была приятельница Мина Свирская Она арестовывалась несколько раз Отбыла в лагерях и тюрьмах более 20 лет Написала воспоминания чудом уцелев выехала в Израиль Привожу ее строки об аресте Есенина Летом 1921 года я сидела во внутренней тюрьме ВЧК на Лубянке К нам привели 16-летнюю девушку которая приехала к своей тетке из провинции Тетка содержала нелегальный ресторан Для обслуживания посетителей она выписала племянницу Органами ВЧК учреждение было обнаружено Устроена засада Всех приходивших задерживали Задержаны были Есенин Марингов и Шершеневич Возможно Свирская перепутала Колобова с Шершеневичем Никаких сведений об аресте Шершеневича не встречал автор Их привезли на Лубянку Тетку эту девушку и еще кого-то поместили в камере а целую группу держали в собачнике и выпускали во двор на прогулку Я увидела Есенина Он стоял с Марингофом и Шершеневичем довольно далеко от нашего окна На следующий день их снова вывели на прогулку Я крикнула громко Сережа Он остановился поднял голову улыбнулся и слегка помахал рукой Конвоир запретил им стоять Узнал ли он меня не думаю До этого я голодала десять дней Затем Самсонов принимает решение сделать групповой снимок лиц арестованных в квартире Шатовой Съемка происходила во дворе Есенин и Анатолий Мариингов не желая быть снятыми на одном снимке с гостями Зойки Шатовой пытались уклониться от снятия Они надвигали шляпы на глаза и тому подобное Когда им было объявлено что такого рода противодействие ни к чему не приведет они согласились Фотограф быстро снял группу Снимок вышел удачным На основании какого закона Самсонов распорядился фотографировать арестованных Какое доказательственное значение для дела Шатовой эта групповая фотография имела Я много размышлял об истинных причинах ареста Есенина в квартире Шатовой В январе 1920 года Держинский распорядился прекратить расстрелы по решениям коллегии ВЧК и комиссий на местах Однако этот приказ действовал недолго Более того Держинский своим совершенно секретным приказом требовал от подчиненных устраивать фиктивные белогвардейские организации в целях быстрейшего выявления иностранной агентуры на нашей территории Фактически этот приказ официально требовал от чекистов проведения гнуснейших провокаций создания ими же самими подпольных организаций и террористических групп Историк Мельгунов прошедший через провокаторство людей в кожаных тужурках с маузерами в руках писал как например раскрывались подпольные организации в Одессе Так недавно ими была раскрыта белогвардейская шпионская организация ими же инспирированная Адочка благодаря своему миловидному личику знакомится с офицерами наивно рассказывает о существовании офицерской организации для вязчего доказательства предлагает читать подпольную прокламацию призывающую к сплочению всех противобольшевистских сил для свержения ненавистной советской власти час падения которой близок наступления Врангеля из Румынии услужливо заготовленную напишущей машинке в статоделя наркомздрава название для прикрытия чекистской организации автор и если наивный офицер относится еще с недоверием то предлагаемые адочкой денежные суммы якобы пленяют наивного окончательно и тот со своей стороны посвящает некоторых приятелей в существование организации таким образом составляет группа желающих вступить в члены организации или хотя бы одобряющих идею существования таковой цель достигнута на сцене появляется Михайловский сожитель адочки Заковский и отряд чекистов группа арестовывается следствия для военной контрреволюции не существует и невинные жертвы гнуснейшей провокации расстреливаются Но вернемся к нашим действующим лицам Тимофей Самсонов незадолго до ареста Есенина руководил чекистской операцией ВЧК ГПУ в Тамбовской губернии Зоя Петровна Шатова приехала в Москву из Тамбова Скорее всего власти хотели представить крестьянское восстание в Тамбове как инспирируемое и поддерживаемое столичной интеллигенцией бывшими царскими военными С этой целью и провернули эту провокаторскую затею неизвестно почему не нашедшую продолжение О самом Тимофее Самсонове расскажу подробнее Родился в Бессарабии в 1888 году Дважды арестовывался но судим почему-то не был Позже вооружившись совершал бандитские нападения на кассиров с целью завладения крупными суммами денег Среди революционеров эти грабежи позже были названы экспроприациями В 1906 году Самсонов за грабеж с убийством был приговорен к вечной ссылке От смертной казни спасло то что не достиг 21 года и поэтому считался несовершеннолетним и ссылки бежать а точнее уехать было делом совсем простым Тимофей уехал за границу и возвратился в Россию после февраля 1917 года после Октябрьского переворота он следователь потом начальник особого отдела на Урале попадается на глаза Держинскому который приехал туда вместе со Сталиным расстреливать каждого десятого за сдачу Перми шеф ВЧК привез Самсонова в Москву назначил на высокую должность в свое ведомство и даже рекомендовал в партию свое преступное прошлое до революции Тимофей называл анархокоммунизмом анализируя обстоятельства дела я невольно задумался для чего бывший чекист Самсонов опубликовал в огоньке свой очерк об аресте Есенина тем более с фотографией он уже не работал в ГПУ не имел доступа к документам тем более к совершенно секретным не мог взять фотографию без самого высокого разрешения скорее всего публикации сотрудники ГПУ защищали своего засветившегося тайного агента палачи двадцатых годов полагали что они будут властвовать вечно но пришел тридцать седьмой год и полетели их головы Самсонову повезло его не тронули он умер своей смертью в тысяча девятьсот пятьдесят шестом году в огромной квартире дома на набережной дело номер четыре босоножка и поэт весной 1921 года в мировой прессе появились первые сообщения известная танцовщица Айсидора Дункан прекращает свои гастроли по странам запада собирается уехать в советскую Россию в это трудно было поверить потому что из Савдепии всеми правдами и неправдами бегут тысячи людей привыкшие жить в роскоши и славе великая босоножка надумала жить в стране где люди получают крохотные хлебные пайки не работает паровое отопление в полнакала горит электричество кое-как ходит транспорт экономика в полном развале а по улицам городов мечутся и опасные беспризорники и матерые преступники и едет Дункан не на краткосрочные гастроли не скупать за кусок хлеба или сахара картины известных мастеров старинные иконы фамильное серебро и золото как это успешно делают ее соотечественники наживая миллионы нет она в Россию едет совершенно бескорыстно больше того на свои средства намеревается открыть танцевальные школы для тысяч детей из семей рабочих и крестьян будет учить детей свободе красоте движений гордой осанке изящной грации только в России она видела реальность исполнения планов огромные перспективы культурной революции многотысячные шествия и демонстрации организованные большевиками позволяли воплотить в жизнь идею грации толпы она уже видела ряды улыбающихся счастливых мужчин и женщин свободных от эксплуатации легко и красиво шагающих в светлое будущее 21 июля 1921 года Дункан встречали в Москве с ней приехали ее верная ученица Ирма камеристка Жанна с собой они привезли огромный багаж много продовольствия и костюмов власти прикрепили к танцовщице ловкого молодого человека говорившего на плохом немецком языке Дункан владела тремя языками немецким английским и французским но по-русски знала всего несколько слов с первых же минут появления Сидора в Москве Илья Шнейдер буквально прилип к ней следя за каждым шагом с первых дней Дункан развернула активную деятельность она принимала наркомов литераторов театральных деятелей выступала сольными концертами с трепетным волнением смотрели пролетарские вожди прячась в затемненных от публики ложах большого театра на почти обнаженное тело великой танцовщицы трое наркомов тянули ее каждый в свою сторону луначарский дзержинский и подвойский стремились стать ее опекуном победил шеф чекистов предоставивший танцовщице на причистенке особняк русской балерины Балашовой бежавшей за границу в просторных залах золоченой лепкой мраморной лестницей со стенами обитыми розовым атласом с огромными зеркалами Дункан устроила свое жилище и школу а танцовщица говорила вся Москва вечеринка в студии художника Георгия Якулова была в разгаре пели читали стихи гости по рюмке выпили за здоровье виновника торжества неожиданно дверь отворилась на пороге появилась изнеженная красавица с высокой прической красной меди на секунду все замерли за ней появилась фигура молодого остроглазого спутника Дункан все выскочили из-за стола окружили сказочную танцовщицу любуюсь изящной фигурой необычным костюмом прической за стол садиться она отказалась она только что закончила в Эрмитаже выступление устала айседора оглядела залу наполненную запахами красок гипса холстов женщин завистливыми взглядами и стала искать место куда бы присесть в это время вперед вышел молодой блондин в светло-голубом костюме Якулов подтолкнул его ближе к Дункан он щелкнул каблуками поцеловал протянутую руку и назвал свое имя Сергей Есенин поэт и улыбнулся с юношеской непосредственностью она так и не понявшая кто перед ней стоит переспросила у спутника и в тишине произнесла по-русски ангел царственными руками обняла крепкую фигуру поэта и поцеловала в губы более 60 лет об этой встрече двух великих людей пишут газеты журналы всего мира созданы поэмы многочисленные кинофильмы изданы десятки монографий и никто не ответил на вопрос почему танцовщица не зная русского языка назвала Есенина ангелом некоторые исследователи считают что поэт покорил ее внешностью с этим утверждением согласиться нельзя у Дункан были более красивые поклонники ответ очень прост мне удалось познакомиться с много лет скрываемыми даже от исследователей воспоминаниями подруги поэта Галины Бенеславской из которых я получил ответ встреча произошла 3 октября 1921 года в день рождения то есть день ангела Есенина уже осенью 1921 года в России голодало около 10 миллионов человек а в зимние месяцы голод принял ужасающие размеры при желании хлеб можно было бы завести из Сибири Средней Азии из-за границы но это сделано не было отдельные патриоты пытались на общественных началах помочь голодающим и даже организовали комитет помощи голодающим помгол но члены организации были репрессированы и частично расстреляны к весне 1922 года в южных городах селах стояла непривычная тишина замолкла движение люди в поисках съестного бродили как тени падали и умирали на улицах все животные собаки кошки грызуны были съедены в домах мертвые лежали в перемешку с живыми грудные дети ползали по трупам матерей милицейские газеты того времени ежедневно публиковали материалы о случаях каннибализма литератор и врач франк специально выезжавший в южные губернии украины отмечал десятки случаев людоедства публикуя даже фотографии людоедов жертвами голодных людей чаще всего становились умирающие дети число жертв голода до сих пор скрывается а может их просто никто не считал вина вождей усугубляется еще и тем что они распорядились перекрыть движение людей в северные губернии на дорогах скопились миллионы беженцев но заград войска их не пропустили все станционные помещения прилегающие к железным дорогам были завалены умирающими от голода и болезней какой-то части населения удалось прорваться в Москву все вокзалы были заполнены беженцами люди умирали в центре столицы а у властей не было возможности их хоронить Айсидора принимает решение вывести за границу Есенина и учениц своей балетной школы в начале 1922 года она направила своему импресарию в Америке Соломону Юроку телеграмму можете ли организовать мои спектакли участие моей ученицы Ирмы 20 восхитительных русских детей и моего мужа знаменитого русского поэта Сергея Есенина телеграфируйте немедленно Айсидора Дункан ответ не заставил себя долго ждать интересуемся телеграфируйте условия и начало турне Юрок но компетентные органы под благовидным предлогом отказались выпустить приемную дочь и воспитанниц надо полагать боясь что они не вернутся 17 марта Сергей Есенин направил письмо наркому просвещения Луначарскому прошу вашего ходатайства перед наркоинделом о выдаче мне заграничного паспорта для поездки на трехмесячный срок в Берлин по делу об издании книг своих и примыкающей ко мне группы поэтов предлагаю свои услуги по выполнению некоторых могущих быть на меня возложенных поручений народного комиссариата по просвещению в случае вашего согласия прошу снабдить меня соответствующими документами Сергей Есенин 3 апреля поэту была разрешена командировка в Германию сроком на 3 месяца предстояло получить на выезд санкцию ГПУ и поручительство трех известных партийцев дело по выезду Есенина в архивах МИД Российской Федерации отсутствует оно кем-то похищено или уничтожено это обстоятельство не позволило выявить чрезвычайно важные подробности связанные с поездкой а ведь известно что Есенин был за границей под колпаком обязательным условием для выезда поэта за границу была регистрация брака с Дункан Есенин женится на танцовщице ГПУ дает санкцию на выезд Есенин и Дункан посетили ряд европейских стран везде пользовались вниманием публики и журналистов поэт продолжал работать над изданием старых стихов писала новая в Берлине в издательстве Гржебина вышло собрание стихов и поэм Есенина Пугачев в русском универсальном издательстве стихи скандалиста в издательстве Благова в октябре супруги на гигантском пароходе Париж отплыли в Америку за границей поэт убедился в отсталости России в техническом отношении еще раз переосмыслил результаты революции в это время на родине продолжаются репрессии против русской интеллигенции духовенства ученых 19 мая Ленин обращается с письмом к Держинскому и предлагает собрать систематические сведения о политическом стаже о работе и литературной деятельности профессоров и писателей и рассмотреть вопрос о высылке за границу помогающих контрреволюции в августе-сентябре по инициативе Ленина были интернированы 161 петроградских московских и киевских профессоров писателей журналистов в их числе выдающиеся философы и общественные деятели Бердяев Ильин Сорокин Булгаков и другие Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии ее пособников интеллигентов лакеев капитала мнящих себя мозгом нации На деле это не мозг а говно цинично утверждал главарь большевиков Знаменитый физиолог Павлов просится за границу Нам лгали что Павлов категорически отказывался покинуть родину Отпустить за границу Павлова вряд ли рационально Ввиду этого желательно было бы в виде исключения предоставить ему сверхнормальный паек призывал он Зиновьева в другом указании В это время в России шел настоящий грабеж Торксины конторы где можно было обменять ценности на продукты за бесценок скупали у городского населения бриллианты золота фамильное серебро картины Была произведена массовая реквизиция из церквей золотых окладов икон серебряной утвари выковырены драгоценные камни разворочены захоронения останков почитаемых на Руси святых Все награбленное в спешном порядке вывозилось за границу Всех сопротивляхшихся грабежам священнослужителей расстреливали не позднее 48 часов Отдельные иностранцы по лицензиям вождей вывезли из России миллиардные ценности уникальные библиотеки архивы антикварную мебель произведения живописи и скульптуры фарфор хрусталь Если в России замалчивали разграбление страны то на Западе информации было достаточно Находясь здесь встречаясь с эмигрантами Есенин не мог не знать о подлинных делах большевиков в том числе и об аукционах драгоценностей принадлежавших зверски убитым членам царской семьи с которыми в 1916 году был дружен 20-летний Сергей Есенин комендантом царскосельского дворца Ломаном был представлен императрица Александре Федоровне и ее дочерям и неоднократно читал им свои стихи Почему у вас Сергей Александрович такие грустные стихи спросила императрица Такова Россия совсем не смущаясь ответил молодой поэт В воспоминаниях Бенеславской есть записи со слов Есенина о его короткой дружбе с юной дочерью царя Татьяной Кстати в эту 15-летнюю девушку был влюблен раненый поэт Николай Гумилев за которым ухаживала сестра милосердия Татьяна Романова императрица подарила Есенину Библию через ломан передала золотые часы золотой перстень с крупным изумрудом За границей Есенин много работает Условия прекрасные Он живет с Дункан в лучших номерах гостиниц фешенебельных санаториях и пансионатах Но его стихи по-прежнему очень грустные Он все больше и больше грустит о родине без которой жить не может Снова пьют здесь дерутся и плачут под гармоники желтую грусть проклинают свои неудачи вспоминают Московскую Русь Гармонист с провалившимся носом им про Волгу поет и про Чека Есенин пишет в Россию Шнейдеру 21 июня 1922 года Берлинская атмосфера меня издергала в конец Если бы Изодора не была сумасбродной и дала мне возможность где-нибудь присесть Я очень много бы заработал и денег Она же как ни в чем не бывало скачет на автомобиле то в Любек то в Лейпциг то во Франкфурт то в Веймар Я следую с молчаливой покорностью потому что при каждом моем несогласии истерика С Есениным теория свободной любви которую много лет исповедовала Айсидора Дункан дала трещину 45-летняя танцовщица беспричинно ревновала непокорного мужа ко всем женщинам учиняя громкие скандалы Уроженец Черниговской области перевозчик сочинений известных поэтов в том числе Есенина с русского языка на еврейский Мани Лейп пригласил на вечеринку Сергея и Дункан собрались эмигранты из России В Америке был сухой закон но на столе были спиртные напитки разной крепости Когда гости выпили кому-то пришла идея попросить Есенина прочитать свои стихи А поэт закончил пьесу в стихах «Страна негодяев» Замечу эта пьеса никогда не ставилась и редко публиковалась Сочувствующий коммунистам Замарашкин ведет разговор с комиссаром Чекистовым Чекистов Мать твою вэт твою Ветер как сумасшедший мельник Крутит с жерновами облаков День и ночь День и ночь А народ ваш Сидит бездельник И не хочет себе ж помочь Нет бездарней лицемерней Чем ваш русский равнинный мужик Коль живет он в Рязанской губернии Такатульской не хочет тужить То ли дело Европа Там тебе не вот эти хаты Которым как глупым курам Головы нужно давно под топор Замарашкин Слушай Чекистов С каких это пор ты стал иностранец Я знаю что ты еврей Фамилия твоя Лейбман И черт с тобой что ты жил за границей Все равно в Могилеве твой дом Чекистов Ха-ха Нет Замарашкин Я гражданин из Веймара и приехал сюда не как еврей а как обладающий даром укращать дураков и зверей Я ругаюсь и буду упорно проклинать вас хоть тысячу лет потому что потому что хочу в уборную а уборных в России нет странный и смешной вы народ жили весь век свой нищими и строили храмы божьи да я б их давным давно перестроил в места отхожие среди присутствующих на вечеринке были в основном евреи кто-то из них резко запротестовал поэта прервали начался скандал Дункан решила отвлечь спорящих и предложила станцевать быстро сдвигали столы освобождая середину комнаты но Есенин запретил ей танцевать перед кем ты будешь танцевать набросился он на Дункан началась драка в ответ поэт плевался о скандале немедленно напечатали в газетах отметив что юдофобам в Америке делать нечего через несколько дней Дункан и Есенина выдворили из Америки их никто не провожал на борту лайнера Джордж Вашингтон Есенин написал письмо Кусикову в Париж тошно мне законному сыну российскому в своем государстве пасынком быть надоело мне это блядское снисходительное отношение власти имущих а еще тошней переносить подхалимство своей же братьи к ним теперь когда от революции осталось только когда трубка теперь когда там жмут руки тем кого раньше непонятно теперь стало очевидно что мы были и будем той сволочью на которой можно всем собак вешать слушай душа моя ведь и раньше еще там в Москве когда мы к ним приходили они даже стула не предлагали нам присесть а теперь злое злое уныние находит на меня я перестаю понимать какой революции я принадлежал вижу только что ни к февральской ни к октябрьской по-видимому в нас скрывается какой-нибудь ноябрь есенин неоднократно публично заявлял что не поедет в советскую Россию но родина его ждала она тянула к себе 3 августа 1923 поэт возвращается в Москву поэта в Кремле принял вождь Лев Троцкий Ленин был парализован и страной правил он Есенин просил поддержки в организации журнала Вольнодумец где намеревался печатать сочинения писателей и поэтов вышедших из крестьянской среды Троцкий обещал поэту полную поддержку в том числе и материальную радостно и возбужден Есенин объявлял всем что ему дают деньги на издание журнала и начал собирать материалы на первый номер однако его оптимизм вскоре угас ни его поэзия ни его журнал идеологов партии не интересовали никакой поддержки он не получил 21 августа в политехническом музее он читает страну негодяев и черного человека вызвавших противоречивое мнение слушателей и озабоченность властей Есенин забрал свои вещи из особняка Дункан на Причистенке и переехал в небольшую комнату Галины Бениславской с Дункан он был в относительной безопасности теперь он остался с властями один на один дело номер пять черный человек начало учебного года в литературно-художественном институте ознаменовалось торжественным вечером ректор института Валерий Брюсов пригласил известных поэтов пронесся слух что участие в вечере примет только что приехавший из-за границы Сергей Есенин стихи которого так волновали молодежь прозвенел звонок актовый зал был заполнен многие стояли перед студентами выступили Маяковский Пастернак Асеев Безаменский назвали фамилию Есенина студенты встретили поэта продолжительными аплодисментами быстрыми шагами Есенин вышел на эстраду неожиданно легким движением вскочил на стул а затем на стол вновь загремели аплодисменты он возвышался над всеми стройный легкий отутюженный во всем блеске своего обаяния он стал читать еще неопубликованную написанную им в Америке Москву Кабацкую читал негромким чуть глуховатым голосом немного нараспев жестикулируя правой рукой сердце бьется все чаще и чаще и уж я говорю не в попад я такой же как вы пропащий мне теперь не уйти назад низкий дом без меня сутулился старый пес мой давно издох на московских изогнутых улицах умереть знать сулил мне бог есенин прочел еще несколько стихотворений этого цикла ему долго аплодировали не отпускали потом объявили Ивана приблудного к столу подошел невысокого роста широкоплечий мускулистый паренек подражая есенину он также прыгнул на стол молчаливая родная мать моя кров твой тихий вспоминая плачу я неуверенный бледный всем чужой я обижен сын твой бедный мальчик твой ты меня благословила на борьбу ты светло меня молила и судьбу я же рвался к синим далям как орел я не унял твоим печалям и ушел так встретили всемирно известный поэт и начинающий талантливый украинский паренек который станет есенину верным другом до конца жизни в москву приехал приятел есенина алексей ганин из петрограда вернулся николай клюев вокруг поэта образовалась целая группа выдающихся собратьев по перу с эмажинистами он разрывает отношения есенин подписывает с группой товарищей письма в правительство где требуют предоставления возможности публиковать произведения литераторов запрещенных цензурой поползли по России стихи крестьянских поэтов и материмся что живем без смысла да разве нам поможет наша брань когда над каждой головой повисла и замутнела злая глухомань орешин глупцы вокруг ура орали чекисты с русских скальпы драли карпов пустая забава одни разговоры ну что же ну что же вы взяли взамен пришли те же жулики те же воры и законом революции всех взяли в плен есенин нечисть страшная под крышей пляс бесовский завела ширяевец и слышу дети в рваных лопатках хрустят у дьявола в зубах Ганин как-то в компании поэтов Алексей Ганин заявил что власть большевиков долго не продержится и государством будет управлять новое правительство и здесь же за столиком в кафе на салфетке стал в шутку составлять состав нового правительства Сергея Есенина он записал министром просвещения Есенин побледнел наверное он один из присутствующих понимал чем может обернуться подобная шутка он потребовал немедленно зачеркнуть его фамилию и впредь подобным образом не использовать его имя Ганин тут же поменял фамилию Есенина на Ивана Приблудного восемнадцатилетний Приблудный возражать не стал Знали ли поэты что каждое их слово действия поступок уже на завтра становятся известными в ГПУ а оттуда пролетарским вождям В отношении крестьянских поэтов начались репрессии но властям нужно было уничтожить вольнодумцев законным путем Чекисты имели широкий арсенал расправы над непокорными Правда были некоторые трудности Все поэты круга Есенина вышли из беднейших крестьянских семей Все радостно встретили революционное преобразование в России Многие добровольцами встали на защиту советской власти продолжали жить в крайней бедности Приходилось хитрить Есенина задерживают работники милиции спустя 12 дней после возвращения из-за границы Возникает уголовное дело номер 1598 Самого уголовного дела в архивах нет Но к счастью некий Полянский снял с него копию К нею написал предисловие Копии с уголовных дел поэта Есенина были собраны автором этих строк при следующих обстоятельствах В 1925 году я работал в должности секретаря в Краснопресненском нарвсуде города Москвы Меня интересовало творчество Есенина интересовала и его личность С поэтом я не был знаком хотя одно время и жил с ним в одном владении дом 2 по Брюсовскому переулку Я знал что Есенин был нередким гостем в отделении милиции куда его приводили за различные хулиганские поступки знал что ему грозит суд но обычно перед судом обвиняемый куда-либо исчезал как говорят не указав адреса начинался розыск и так далее Одним словом к моменту трагической смерти поэта в суде скопилось пять неразобранных дел о нем и ни одно из этих дел не было предметом судебного разбирательства все дела были прекращены 30 декабря 25 года за смертью поэта зная что дело производства такого типа после некоторого хранения в архиве обычно уничтожается на третий или пятый год и полагая что дела поэти могут иметь некоторый общественный интерес я с разрешения судьи снял копии с производства и оставил у себя на хранение с того времени прошло 12 лет в настоящее 1937 год будучи тяжело больным и опасаясь что после моей смерти эти копии могут затеряться я решил весь материал целиком передать в литературный музей причем разрешение на опубликование его считаю необходимым и спросить у органов юстиции что касается способа снятия копий то должен сказать что все производство записано с достаточной тщательностью с полным сохранением стиля протоколов а иногда даже и грамматики например в двух протоколах милиции Есенин был назван то ясениным то эсениным в одном из протоколов на вопрос о том чем поэт занимался с 1914 года записано поэтом и так далее статьи уголовного кодекса по которым привлекался Есенин показаны по действовавшему тогда кодексу РСФСР издания 1922 года например статья 88 уголовного кодекса публичное оскорбление представителя власти статья 176 уголовного кодекса хулиганства и тому подобное меры наказания по этим статьям были различны например статья 88 уголовного кодекса предусматривала лишение свободы на срок не ниже 6 месяцев вот те несколько слов которые я имел ввиду предпослать 22 октября 1937 года ВН Полянской событие о котором ниже пойдет речь произошло в кафе стоила Пегаса которое поэты и мажинисты содержали на кооперативных началах был там Пай и Есенина другими словами он был как бы совладелец этого кафе и естественно все должны были его там знать это обстоятельство крайне важно при рассмотрении материалов уголовного дела вот описание уголовного дела дело это началось в 46 отделении милиции города москвы 15 сентября 1923 года в 23 часа 16 минут участковый надзиратель припутник в протоколе номер 1382 пишет сего числа милиционер поста 228 чудо-родов доставил неизвестного гражданина в нетрезвом виде и заявил следующее стоя на вышеуказанном посту услышал раздались два свистка я побежал к тому месту откуда были поданы свистки и увидел следующее совисток давал дежурный дворник находившийся у кафе стоила пегаса тогда я посмотрел в окно кафе то увидел что столы и стулья были повалены я зашел в кафе и неизвестный гражданин бросился на меня махая кулаками пред моим лицом и ругал сволочью взяточником хулиганом и мерзавцем угрожал именем народных комиссаров хотел этим запугать но на все это я попросил его следовать в отделении милиции неизвестный гражданин продолжал меня ругать тогда я уже взял его за руку и привел его в отделение прошу привлечь к законной ответственности по статьям 176 86 88 уголовного кодекса дежурный по отделению милиции участковый надзиратель добавил к этому следующее 15 сентября сего года в отделении был доставлен неизвестный гражданин по выяснению означенный гражданин является поэтом Ясениным по приводе в отделение вел себя ужасно возмутительно именно кричал на меня хам сволочь взяточник жандарм пытался наброситься на меня с кулаками но благодаря присутствующим было задержан и не допущен к моему столу на мои неоднократные предложения ввести два слова зачеркнуты гражданина Ясенина в надлежащем порядке он не обращал внимания и продолжал меня ругать в том же духе считая такое явление недопустимым прошу привлечь гражданина Ясенина к законной ответственности по статьям 176 86 88 уголовного кодекса кроме сего могу добавить следующее минут через 10 после задержания привода мне было позвонено по телефону и когда я доложил что от дежурного по отделению с кем имею честь говорить мне было отвечено что говорит из массовета товарищ Павлов секретарь МГСПС и спрашивает меня есть ли у вас задержанный Ясенин мною было отвечено да такой есть тогда лицо говорившее от имени Павлова приказал мне освободить товарища Ясенина на что я ответил что освободить его не могу тогда он заявил что я сам приеду и вы тогда его освободите звонивший мне гражданин положил трубку я тут же позвонил ответственному дежурному по массовету товарищу Ильину и доложил о происшедшем мне товарищ Ильин ответил что он наведет справку и мне позвонит в этот момент в отделении милиции явились гражданки Грандова Коненко и гражданин Марин Гофф и стали требовать настойчиво освободить гражданина Ясенина на что я ответил в категорической что Ясенина не освобожу тогда гражданка Коненко попросила разрешения позвонить по телефону я разрешил и она позвонила товарищу Калинину после переговоров товарищ Калинин попросил передать трубку дежурному по отделению что выше названная гражданка и сделала доложив что у телефона дежурный по отделению товарищ Калинин спросил в чем и дело объяснив ему вкратце в чем дело он также подтвердил мои законные действия после этого мне звонил ответственный дежурный по массовету товарищ Ильин и говорит что товарища Павлова в массовете нет и что он не мог звонить Есенин был направлен в приемный покой при Муре где доктор Перфилев дал такое заключение гражданин Есенин по свидетельствованию оказался в полной степени опьянения с возбуждением во время нахождения Есенина в отделении милиции в это время было допрошено по его делу еще несколько лиц которые дали такие краткие показания милиционер Дорошенко он Есенин позволил себе нанести словесное оскорбление по адресу советской революционно-красной милиции называя всех находившихся сволочью и другими скверными словами милиционер милиционер коптелен показал гражданин Есенин будучи в отделении милиции говорил по адресу находившихся жулики паразиты и так далее эти показания подтвердил и милиционер ходов милиционер Найбур слово неразборчиво показал гражданин Есенин обзывал работников милиции старыми жандармами мерзавцами а также позволял и другие нескромные вещи 16 сентября 1923 года была допрошена официантка кафе Стоила Пегаса гражданка Гартман она показала вчера 15 сентября около 23 часов в кафе прибыл неизвестный гражданин в нетрезвом виде который велел официанту подать ему белого вина и пиво и во время этой выпивки у него с посетителями произошла ссора во время которой в кафе этот неизвестный стал опрокидывать стулья и столы а также разбил несколько мелкой посуды тогда я видя это безобразие вынуждена была позвать ближайшего постового милиционера при усилии которого неизвестный был отправлен в 46 отделение милиции в приписке к протоколу гражданка Гартман добавляет что этот неизвестный был поэт Сергей Есенин протокол допроса обвиняемого допрос производил учнадзиратель 46 отделения милиции товарищ Леонтьев допрошенный показал я Есенин Сергей Александрович профессия поэт до 1914 года учился с 1914 занимался поэтом после октябрьской революции по настоящее время занимался поэтом родители крестьяне образование высшее в какой школе учился университет шанявского национальность русский по существу дела могу сообщить 15 сентября сего года в 11 часов 30 минут вечера сидя в кафе стоила пегаса на тверской улице дом 37 у меня вышел крупный разговор с одним из посетителей кафе стоила пегаса он глубоко обидел моих друзей будучи в нетрезвом виде я схватил стул хотел ударить но тут же прибыла милиция и я был отправлен в отделение виновным себя в нанесении оскорбления представителям милиции не признаю виновным в хулиганстве признаю в сопротивлении власти виновным себя не признаю виновным в оскорблении представителей власти при исполнении служебных обязанностей не признаю больше показать ничего не могу показание мое точно записано с моих слов и мне прочитано в чем и подписуюсь Сергей Есенин суд Есенину был назначен на 23 ноября и он обвинялся только в хулиганстве по статье 176 Уголовного кодекса РСФСР согласно данным адресного бюро поэт был прописан в доме 14-2 по улице Герцена из объяснения Гартман видно у Есенина с посетителями произошла ссора причем она называет Есенина неизвестным хотя должна была его знать отлично кто эти посетители в деле не указано получилось так что работники милиции задержали поэта в кафе которое принадлежало в том числе и ему свидетели происшествия почему-то не допрошены совершил ли поэт хулиганские действия по делу не доказано зато допрошены работники милиции которые обвиняли поэта в оскорблении однако обвинения по статьям 86 и 88 уголовного кодекса РСФСР Есенину предъявлено не было в отделении милиции явились знакомые Есенина Марингоф Грандова Коненко несомненно свидетели происшедшего но их почему-то не допросили Есенин прямо говорит о том что у него вышел крупный разговор с одним посетителем который глубоко обидел его друзей однако учнодиратель товарищ Леонтьев не выясняет в чем была причина скандала и кто такой этот неизвестный черный человек изучая характер поэта я пришел к выводу что когда он был пьян то очень легко провоцировался не исключаю что в данном случае и была ученена провокация вызванные в кафе работники милиции не выяснив кто прав кто виноват бестеремонно схватили известного поэта в кафе грубо с ним обошлись и он естественно оскорблял их называя взяточниками имели ли оскорбление Есениным работников милиции под собой какие-либо основания оказывается именно в это время в Москве проходили процессы над работниками милиции изобличенными во взяточничестве злоупотреблениях служебным положением только по муру куда доставляли поэта на свидетельствование привлекались к уголовной ответственности 25 декабря 22 года агенты Силен Киселев и Терешенков 10 февраля 23 года следователь Тюрин 3 апреля 24 года следователи Смирнов Левинсон и Ясиновский 30 июля 23 года агент Бажаев и другие 10 августа 23 года сотрудники опергруппы Карпович Митрофанов Лебедев Гвоздев и другие за получение взяток и злоупотребления властью вот как описывала происшедшая в кафе приятельница поэта Назарова 15 сентября мой день рождения решили мы его отпраздновать пригласили Есенина обещал быть непременно к 10 часам ждем около 11 часов раздаются три звонка летим открывать входит приблудный со шляпой Есенина а где Сергей Александрович в один голос спрашиваем с Галей Бениславской в милиции подрался в стойле сбивчиво и несвязно приблудный рассказывает в чем дело Сергей Александрович сидел в ложе собрался идти к нам все посылал Александра Швейцара за цветами на Страстной бульвар их был уже целый воз была там Катя сестра Есенина пришла за деньгами Сергей Александрович ждал когда ему дадут деньги чтобы отдать их сестре и идти на Никитскую пошел к кассе по дороге его ли толкнули толкнул ли он но кто-то кого-то обругал Есенин замахнулся бутылкой и облил пивом или опрокинул бутылку на чьем-то столике сцепились к нашему уходу из отделения вся милиция наутро была буквально очарована Сергеем Александровичем озлобления с каким говорили с ним накануне нет и в помине на его ласковую улыбку он получал такую же в ответ и с пожеланием всего хорошего Сергей Есенин в суд не явился да и не мог явиться он был арестован чекистами дело номер 6 дело четырех поэтов 20 ноября 1923 года в Союзе поэтов намечалось проведение торжественного заседания посвященного пятилетию образования этой общественной организации после обеда Есенин Ганин Клычков и Орешин ходили в госиздат где вели переговоры об издании своих стихов если Есенин имел кое-какую материальную поддержку то трое его друзей влачили нищенский образ жизни особенно Алексей Ганин у него не было из своего угла доведенный до крайней нужды в то время народ мало интересовался поэзией толпы безработных целыми днями стояли у бирж в надежде получить хоть какую-нибудь работу в то же время власти миллионными тиражами печатали заискивающих перед ними литераторов создавая им прекрасные условия жизни например Демьян бедный жил в Кремле имел свой собственный железнодорожный вагон в прекрасных условиях жил возвратившийся из-за границы Алексей Толстой ближе к вечеру Есенин Ганин Клычков и Орешин пришли в столовую где вечером продавалось пиво играли баянисты здесь они были арестованы мне довелось самым тщательным образом изучить это уголовное дело чтобы объективнее рассказать о происшедшем считаю возможным процитировать в первую очередь материалы со стороны обвинения четверо поэтов сидели за своим столом Мясницкая 28 пили пиво и тихо между собой разговаривали они заметили рядом сидящего гражданина напряженно слушающего их разговор Ганин кивнул Есенину на незнакомца прямолинейный Есенин громко произнес фразу чтобы услышали все плесните ему пиво в ухо все четверо повернулись к незнакомцу тем самым выражая недовольство что он подслушивает их беседу тогда незнакомец вышел из столовой а через минуту явился с двумя милиционерами потребовав арестовать Есенина никакие протесты не помогли в знак солидарности за Есениным пошли Ганин Клычков и Орешин позже они будут расстреляны как враги народа человеком подслушивающим разговор поэтов оказался некто Марк Роткин приехавший в Москву из Виленской губернии проживающий в Москве Малый Козловский переулок дом 2 квартира 9 он дал такие показания 20 всего ноября в 7 часов вечера возвращаясь домой со службы я зашел в столовую пивную выпить кружку пива рядом со мной сидели четверо прилично одетых молодых граждан и пили пиво судя по возбужденному их состоянию и по нездержанному поведению я понял что они сидят здесь довольно долго и что они до некоторой степени находятся под влиянием выпитого пива но вместе с тем было видно что они были далеко не столько пьяны чтобы не в состоянии были отдать себе отчет о своих действиях они вели между собой разговор о советской власти но ввиду того что в это время играл оркестр до моего слуха доходили отдельные слова из которых я однако смог заключить что двое из этих граждан не только нелояльно относятся к советской власти но определенно враждебно спустя минут пять музыка перестала играть один из этих четырех граждан встал со своего места и приблизительно на одну минуту куда-то вышел возвращаясь на свое место и проходя мимо моего стула я инстинктивно почувствовал что он обратил на меня особое внимание усевшись на свое место гражданин этот стал переглядываться со своими сотоварищами желая обратить их внимание на меня сотоварищи очевидно поняли его двое из них сразу перешли на тему о жидах указывая на то что во всех бедствиях и страданиях нашей России виноваты жиды указывалось на то что против засилия жидов необходимы особые меры как погромы и массовые избиения видя что я им не отвечаю и что стараюсь от них отворачиваться желая избегнуть столкновения они громко стали шуметь и ругать паршивых жидов затем эти же двое граждан говорили о том что в существовании черной биржи виноваты те же жиды биржевики которых поддерживают их Троцкий и Каменев такое же оскорбление вождей русской революции меня до глубины души возмутило и я решил об этом заявить в отделении милиции для составления протокола допрошенные раздельно Есенин Клычков Орешин и Ганин показали что они между собой никаких антисемитских разговоров не вели действительно упоминали имена Троцкого и Каменева но с положительной стороны во время разговоров про литературу вспоминали частично товарищей Троцкого и Каменева говорили относительно их только с хорошей стороны то что они-то нас и поддерживают о евреях в разговоре поминали только мы в русской литературе не хозяева и понимают они в таковой в тысячу раз хуже чем в черной бирже где большой процент евреев обитает и специалистов когда милиционер предложил идти мы расплатились последовали в отделении милиции неизвестный гражданин назвал нас мужичье русскими хамами и когда была нарушена интернациональная черта словами этого гражданина мы назвали его жидовской мордой Есенин в долгой дружеской беседе относительно советской власти ничего не говорили и говорили что роль евреев в литературе уже как на черной бирже и ничего не ожидается от последней называть товарищей Троцкого и Каменева жидами не называли а наоборот говорили что эти люди вышли из своей национальности клочков мы говорили о евреях в русском творчестве в литературе что они выразить русскую душу не могут так как это может русский писатель о товарищах Троцком и Каменеве говорили что под их покровительством только может расцветать русская литература Орешин почти все время говорил с одними своих товарищей с Орешиным и разговор был личного характера и о советской власти а также о евреях ничего не упоминали об оскорблении товарищей Троцкого и Каменева мы все четверо не думали лично я даже доброволец Красного фронта с 1918 жертвовал жизнью благодаря вдохновенного указания вождей товарищей Троцкого и Каменева призывающих всех рабочих на защиту пролетарских интересов Ганин Сергей Клычков также был добровольцем в Красной Армии никаких других доказательств преступной деятельности поэтов не имелось милиционер Абрамович возможно это был один из тех кто задерживал четверку поэтов и фактически являлся сотрудником ГПУ но носил для маскировки форму работника милиции так это было на протяжении десятков лет добавил в адрес обвиняемых после ареста четырех литераторов Есенина и других они были помещены в резервную комнату когда к ним привели торговку тоже задержанную они стали ей говорить чтобы она была осторожней и не наградила их в шаме после чего была перебранка с торговкой спустя некоторое время они запели в искаженной форме ударением на Р подражая еврейскому акценту революционную песню вышли мы все из народа старший участковый надзиратель Березин бывший в то время в кабинете приказал им замолчать после чего они успокоились и промежду собой повели разговор о том зачем жидовские литераторы лезут в русскую литературу они только искажают смысл русских слов и в этом духе проходил их разговор с иронией и усмешками направленными против евреев в разговоре они спорили и точно все слова их не запомнишь но помню что они говорили приблизительно следующее хотя Троцкий и Каменев сами вышли из еврейской семьи но они ненавидят евреев и на фронте однажды был приказ Троцкого заменить евреев с хозяйственных должностей и послать на фронт в качестве бойцов подпись Абрамович в 21 час 30 минут поэты были освидетельствованы и признаны в легкой степени опьянения заявитель Роткин также был в легкой степени опьянения 21 ноября Есенин Ганин Клочков и Орешин арестовываются ордер номер 62 74 дело передается в секретный отдел ГПУ здесь поэтов передопрашивают они отвечают что свои показания они подтверждают Клочков уточняет неправильно сформулирована мысль о еврейских поэтах я затрагивал только этот вопрос со стороны стиля не затрагивая национальности подтверждаю что я действительно сказал что подчас евреи меньше понимают в поэзии чем на черной бирже 22 ноября поэтов неожиданно освобождают из-под стражи взяв подписку о невыезде 6 декабря дело передано в следственный отдел ГПУ товарищу Словатинскому потом поведение поэтов рассматривалось в товарищеском суде союза писателей поэты выступили в правде с возмущением против провокации которую в отношении их провели недобросовестные люди тем временем газеты начали настоящую травлю обычно газетчики были лишены какой-либо информации от ГПУ но здесь они дело знали во всех подробностях Лев Сосновский и Борис Волин занимавшие в партии большевиков видное положение и прибравшие к своим рукам ряд московских газет и журналов ежедневно публиковали у них оскорбительные материалы вместо столовой в статьях появилась пивная что поэты лезли друг на друга представляли их отъявленными хулиганами под шумок прошлись по русским писателям если Успенский валялся под забором и скандалил по московским притонам если Некрасов был далеко не безупречен в своей личной жизни а вот с легкой руки Куприна у нас и пошло это самое трудно сказать чем бы закончилось дело четырех поэтов если бы не решение товарищеского суда союза писателей он состоялся 2 декабря в 6 часов вечера и продолжался до утра на защиту поэтов стали литераторы евреи обвинителем на суде был Лев Сосновский товарищеский суд союза писателей в составе которого были евреи ограничился осуждением поведения Есенина Клычкова Ганина и Орешина одновременно он осудил Льва Сосновского за подстрекательские статьи разжигание межнациональной розни и также вынес ему порицание товарищеский суд начисто отверг обвинения поэтов в антисемитизме но уголовное дело лежало в ГПУ наготове его в любой момент могли против любого использовать чекисты в следственном деле номер 2037 есть документ который многое разъясняет заключение 27 года мая девятого дня я уполномоченный 5 отделения СОО ГПУ Гнедин рассмотрев следственное дело 2037 на Есенина Сергея Александровича Клычкова Сергея Антоновича Орешина Петра Васильевича Ганина Алексея Алексеевича арестованных 21 ноября и освобожденных 22 ноября 1923 года под подписку о невыезде обвиняемых по 59 в статье уголовного кодекса и принимая во внимание что двоих из обвиняемых Есенина и Ганинов живых нет а в отношении Клычкова и Орешина дело может быть прекращено за давностью полагаю дело следствием считать законченным подписку о невыезде аннулировать дело сдать в архив уполномоченный 5 отделения СОО ГПУ подпись согласен начальник 5 отделения СОО ГПУ Рудковский подпись 9 апреля 27 года на этом документе имеется карандашная подпись ГЕИ года 10 мая 27 года слово согласно и неразборчивая подпись 10 мая приложили к этому делу руки и другие инквизиторы 20-х годов оно слушалось на заседании коллегии ОПТУ где прекращение его было одобрено о чем естественно Клычков и Орешин не знали как не знали они что им жить осталось всего 10 лет недовольные решением суда газеты продолжали подстрекать к расправе над Есениным вспомнили о его скандалах в Америке но не указали откуда ими получена эта информация именно в эти дни он читал друзьям защити меня влага нежная май мой синий июнь голубой одолели нас люди заезжие а своих не пускают домой в стране действовал декрет о суровой расправе над антисемитами подписанный Лениным еще 25 июля 1918 года на практике декрет применялся к расправе над любым человеком который хотя бы словами осудит дела руководителей партии большевиков государства ЧК являвшихся в значительной части евреями тотальная травля подорвала здоровье 28-летнего Есенина и он 17 декабря вынужден был лечь на лечение в профилакторий профессиональных заболеваний имени Шумской Полянка 52 здесь он пытался как-то протестовать там он начал писать статью россияне которая десятилетиями скрывалась от читателей и литературоведов вот ее текст россияне не было омерзительной и паскуднее времени в литературной жизни чем время в которое мы живем тяжелое за эти годы состояние государства в международной схватке за свою независимость случайными обстоятельствами выдвинула на арену литературы революционных фельдфебелей которые имеют заслуги перед пролетариатом но не чуть перед искусством вырботов себе точку зрения общего фронта где всякий туман может казаться для близоруких глаз за опасное войско эти типы развили и укрепили в литературе пришибеевские нравы расходись мол так твою так-то где это написано чтоб собирались по вечерам и песни пели некоторые типы находясь в такой блаженной одури и упоенные тем что на скотном дворе и хаврония сходит за царицу дошли до того что и впрямь стали отстаивать точку зрения скотного двора сие относятся к тому типу который часто подписывается фамилией сосновской маленький картофельный журналистик пользуясь поблажками милостивых вождей пролетариата и имеющий столь же близкое отношение к литературе как звезда небесная к подошве его сапога трубит почти около семи лет все об одном и том же что русская современная литература контрреволюционна и что личности попутчиков подлежат весьма большому сомнению частенько ему как видок уфиглярину удается натолкнуться на тот или иной факт компрометирующий так называемых попутчиков все что он вскрывает он вскрывает о тех писателях которые не имеют ничего общего с попутчиками в чем собственно дело а дело видимо в том что признанный на скотном дворе талантливым журналистом он этого признания никак не может добиться в писательской и поэтической среде где на него смотрят хуже чем на Пришибеева уже давно стало явным фактом как бы не хвалил и не рекомендовал Троцкий разных безымянских что пролетарскому искусству грош цена за исключением Герасимова Александровского Кирилова и некоторых других но и этих кажется заехали как выражается Борис Волин еще более кретинистый чем Сосновский бездарнейшая группа мелких интриганов и репортерских карьеристов выдвинуло журнал который называется «На посту» Статья Есениным не закончена Где он намеревался ее напечатать сказать трудно Положение поэта осложняло постоянная забота о двух сестрах которые были на его иждивении а у него самого не было даже крохотной собственной комнаты Дело номер семь Дело жидов Период 1924 1925 годов явился для Сергея Есенина взлетной полосой в бессмертие Именно в это время им написано самое лучшее самое значительное Его произведения к этому времени были переведены более чем на 20 языков Не всем пришлась по вкусу известность поэта Ряд литераторов и критиков не скрывали к нему ненависти Открыто плели искусные интриги распространяли сплетни анекдоты небылицы Поэта объявили антисемитом Этот клеветнический шабаш находил поддержку официальных лиц может и потому что он верно подданических стихов не писал агиток не сочинял отличаясь от собратьев по перу завидной непокорностью властям Ну какой я антисемит Слезно жаловался он своим приятелям постоянным прилипалом любившим примазаться к его славе и одновременно за его счет хорошо выпить и плотно закусить Евреек я люблю они меня тоже у меня дети евреи я такой же антигрузин он позволял себе иметь мнение по любому вопросу и не всегда оно было лестным для партийных аппаратчиков в отличие от многих он высказывался вслух скоро к нему приклеили ярлык врага советской власти ты что на самом деле думаешь что я контрреволюционер спрашивал он своего знакомого Эрлиха брось если бы я был контрреволюционером я держал бы себя иначе просто я дома понимаешь у себя дома если мне что не нравится я кричу это мое право именно потому что я дома белогвардейцу я не позволю говорить о советской России то что говорю сам это мое и этому я судья о патриотизме Есенина написано немало в парижском ресторане бывшие белогвардейские офицеры работавшие там официантами во время обеда узнали поэта и пытались устыдить за то что он народный русский поэт остался с большевиками и сочиняет для них стихи Сергей Александрович со свойственной ему резкостью их одернул вы здесь господа находитесь в качестве официантов извольте выполнять свои обязанности молча поэт Ходосевич писал об этом периоде жизни Сергея Есенина как это публично делал Есенин не могло и в голову прийти никому в советской России всякий сказавший десятую долю того что говорил Есенин давно был бы расстрелян к этому все и шло 20 января 1924 года в 1 час 15 минут участковым надзирателем 46 отделения милиции Мальцевым составлен протокол номер 156 сего числа в отделении явился милиционер поста номер 231 товарищ Громов который доставив с собой неизвестного гражданина в нетрезвом виде заявил ко мне на пост пришел служащий из кафе домино и попросил взять гражданина который произвел драку когда я пришел туда и попросил выйти его из кафе и следовать в отделение на что он стал сопротивляться но при помощи дворников его взяли и силой доставили в отделение дорогой он кричал бей жидов жиды предали россию и так далее прошу привлечь гражданина к ответственности по статье 176 и за погромный призыв допрошенный по сему делу по вытрезвлении неизвестный назвался гражданином Есениным Сергеем Александровичем проживающим в санатории для нервно больных Полянка дом 52 виновным себя ни в чем не признаю я вышел из санатория встретился с приятелями задержался и опоздал в санаторий решил пойти в кафе где немного выпил и с тех пор ничего не помню что я делал и где был основным свидетелем являлся Эрлих я сидел в клубе поэтов и ужинал вдруг влетели туда Есенин и Ганин не говоря ни слова Есенин и Ганин начали бить швейцара и продолжая толкать и бить присутствующих добрались до сцены где начали бить конферансье пришедший милиционер просил всех разойтись но Есенин начал бить по лицу милиционера последний при помощи дворника усадил его на извозчика и отправил в отделение он Есенин все же бил опять дворника и милиционера подбежавший второй милиционер на помощь получил от Есенина несколько ударов по лицу затем Есенин начал бить и дворников на протяжении всей дороги Есенин кричал жиды продают Россию и так далее в деле есть показания дворника Волкова который заявил что видел как неизвестный бил по лицу милиционера а ему разорвал тулуп и бил по лицу кричал бей жидов и все в этом духе это все доказательства по делу недопрошенный швейцар конферансье другие лица которые якобы пострадали от хулиганствующего поэта недопрошен Ганин у меня вызывают сомнения показания Эрлиха на протяжении всей дороги Есенин кричал судя по материалам дела Есенина посадили на санке извозчика Эрлих что же вместе ехал тогда откуда ему известно как видим в уголовных делах против Есенина гласные свидетели милиционеры и дворники это дело также было направлено в краснопресненский народный суд соединено с делом от 15 сентября и назначено к слушанию но поэт не явился 20 февраля председатель Нарсуда комиссаров подлинная фамилия неизвестна и народные заседатели выносят постановление об аресте Есенина им была предоставлена справка о том что поэт находится в Шереметьевской больнице на излечении порезанной руки но пока дело проходило бюрократические процедуры в отношении Есенина возбуждается новое уголовное дело Сергей Александрович очень страдал от своей бездеятельности нечем стало жить много очень много уходило и ушло в стихи но он сам говорил что нельзя ему жить только стихами надо отдыхать от них отдыхать было не на чем оставались женщины и вино женщины скоро надоели следовательно только вино от которого он тоже хотел избавиться но не было сил вернее нечем было заменить нечем было заполнить промежутки между стихами не могу же я целый день писать стихи мне надо куда-то уйти от них я должен забывать их иначе я не смогу писать не раз говорил он в ответ на рассуждение что нельзя такое дарование губить вином писала его подруга Галина Бенеславская дело номер восемь провокация номер двести двадцать пять девятого февраля в два часа пятнадцать минут в сорок шестое отделение милиции явился Семен Майзель двадцати семи лет и сделал заявление сего числа около часу я зашел в кафе стоила пегаса находящейся в доме тридцать семь по Тверской улице и услышал как гражданин Есенин в нетрезвом виде говорил следующее по делу моему жидов мне наплевать и никого я не боюсь на мое возражение что на него никто плевать не хочет гражданин Есенин набросился на меня но был удержан публикой и администрацией нанеся при этом ряд оскорблений нецензурными словами прошу гражданина Есенина привлечь к законной ответственности против Есенина дал показания житель Одессы Михаил Крымский показания гражданина Майзель подтверждаю и добавляю что гражданин Есенин придя в отделение милиции одного из милиционеров назвал взяточником и мерзавцем и ругался площадной бранью поэт был освидетельствован в приемном покое милиции где установили что он находился в состоянии легкого опьянения сам Есенин объяснил так в кафе стоило пегаса никакого скандала я не делал хотя был немного выпивший сего числа около двух часов ночи я встал от столика и хотел пойти в другую комнату в это время ко мне подошел какой-то неизвестный мне гражданин и сказал мне что я известный скандалист Есенин и спросил меня против ли жидов я или нет на что я выругался послав его по матушке и назвал его провокатором в это время пришли милиционеры и забрали меня в 46 отделение милиции ругал ли я милиционеров взяточниками и прочее я не помню милиционер Шубин показал я был вызван в кафе стоила пегаса к буйствовавшему там гражданину Есенину Есенин действительно кричал и скандалил с посетителями выходить из кафе отказывался и назвал милиционера взяточником мерзавцем и ругался площадной бранью спустя пять дней была вызвана служащая кафе гражданка Гартман она показала гражданин Есенин был действительно в кафе делал дебош ругался неприличными словами по адресу гражданина Майзеля и в конце концов его пришлось при помощи милиции отправить в отделение официант кафе Сарханов добавил Есенин требовал вина грозился расправиться говорил что любит Россию замахивался на меня судя по материалам дела номер 225 это явное провокаторство в отношении поэта автору этих строк передала рассказ матери Екатерины Александровны Есенина ее дочь Наталья Васильевна Насеткина однажды в ее присутствии двое неизвестных стали избивать Сергея Александровича вмешалась милиция всех доставили в отделение милиции эти двое неизвестных предъявили удостоверение сотрудников ГПУ и их немедленно отпустили а пострадавшего держали потом некоторое время и тоже отпустили не приняв никаких мер Относятся ли эти воспоминания к данному случаю или к другому сказать трудно но то что Есенина подстрекали избивали грабили тому в мемуарной литературе примеров достаточно по этому делу не выяснено кто такие Майзель и Крымский что они делали в два часа в кафе поэтов где работают или чем занимаются спустя десятилетия мне удалось узнать что один из заявителей в конце жизни получал пенсию как военнослужащий что дает основания предполагать что он был работником органов тем временем газеты и ряд журналов вновь постоянно провоцировали Есенина обвиняя его в антисемитизме хулиганстве пьянстве ему был объявлен бойкот со стороны еврейской интеллигенции позже в Ленинграде во время выступления артистки Рины Зеленой к Есенину сзади подошел один из присутствующих мужчин и ударил по лицу и опять скандал перешел в шабаш обвинений был ли Есенин юдофобом ни в одном стихотворении письме записке он не унизил ни одной национальности в том числе людей еврейской национальности обвинения его в антисемитизме начались только после его возвращения из-за границы когда он отошел от иммаженистов большинство из которых были евреями вся его жизнь свидетельствует о том что он не отбирал себе друзей по национальному признаку большинство близких ему женщин были по национальности еврейками он дружил с армянами азербайджанцами грузинами евреями украинцами и так далее то что он ненавидел вождей большевиков большинство из которых были евреями не говорит о его юдафобии их ненавидела вся Россия то что он не принимал поэзию пастернака мандельштама прозу эренбурга и некоторых других не может быть поставлено ему в вину как отрицательное отношение к людям еврейской национальности в кафе домино друг против друга стоят Борис Пастернак и Осип Мандельштам все ждут развязки жестокой ссоры они вызывают друг друга на дуэль радостно Есенин начинает подыскивать дуэлянтом пистолета его останавливают стыдят зачем мол подстрекаешь Есенин смеется никакой дуэли не будет он знает их характер оба трусы и правда скоро оба разъехались в поэтическом кафе стоила пегаса Есенин называет Мандельштама плохим поэтом вы плохой поэт у вас глагольная рифма вспыльчивый Мандельштам такое оскорбление простите не может он вскакивает скрепко сжатыми кулаками Есенин наклонил голову бычком готов к рукопашной но их разводят почему Есенин обязан был любить поэзию Мандельштама он не принимал стихи многих поэтов русской национальности почему он обязан был любить председателя Петроградской ЧК недоучившегося Равина Урильского виновного в расстрелах тысяч невиновных людей и убитого его же другом Леонидом Канегиссером кстати евреем по национальности 30 августа 1918 года почему он должен был любить Феликса Держинского председателя ВЧК лично расстреливавшего честных людей и неоднократно дававшего санкции на арест Есенина дело номер 9 рваная рана после гибели Есенина некоторые авторы поспешили написать что поэт и раньше предпринимал попытки покончить жизнь самоубийством в качестве примера приводился эпизод госпитализации с порезанной рукой в начале 1924 года эту ложь легко проверкнуть достаточно посмотреть историю болезни или побеседовать с лечащим врачом поэта но этого никто делать не хотел слишком хорошо вписывалась эта версия в сообщении о самоубийстве Есенина в Англитере неизвестно была и дата госпитализации а она имела определенное значение я решил найти документы в архиве больницы ныне институт Склифосовского сколько меня они отговаривали сколько не убеждали что срок хранения историй болезни и 25 лет я все-таки рискнул с помощью работников архива удалось найти журнал регистрации больных Есенина положили в Шереметьевскую больницу 13 февраля привезли его из квартиры Галины Бениславской в 23 часа 30 минут диагноз написан по латыни рваная рана левого предплечья резаных вен не было клевета опровергнута документально в этой больнице он написал знаменитое письмо матери и годы молодые с забубенной славой я решил найти людей которые лечились вместе с поэтом выписал фамилии всех мальчиков которым сейчас должно быть около 80 и через адресное бюро одного из них нашел приятели поэта писали что в палате Есенин всегда подзывал к себе хромающего мальчика Мишу опекал его угощал чем мог а когда читал стихи про беспризорников тот плакал воспитанник детского дома Михаил Арефев на катке повредил ногу и лежал рядом с Есениным он с трудом вспомнил свое пребывание в больнице как его там навещала директор детского дома молчаливая женщина приносившая ему кусочек сливочного масла а вот молодого мужчину с голубыми васильковыми глазами и копной золотистых волос он не помнил старик Арефьев прошел тяжкий жизненный путь был репрессирован потерял семью рядом с ним лежал обожженный мужчина с черной густой бородой я проверил по газетам оказывается в магазине охотник на неглинной улице произошел взрыв пороха и пострадал совладелец которого с ожогами отвезли в шереметьевскую больницу по документам мне удалось выяснить что Есенин лежал в хирургическом отделении в первой палате через неделю после пореза руки когда было ясно что опасности никакой нет я обратилась к Герштейну с просьбой запугав Сергея Александровича возможностью заражения крови продержать его возможно дольше писала Бенеславская профессор сделал все возможное чтобы продержать в больнице поэта как можно дольше более того в больницу явились агенты уголовного розыска чтобы на основании решения судьи Краснопресненского района Комиссарова арестовать Есенина Герштейн кстати еврей по национальности не выдал поэта мотивировав тем что ему необходима постоянная медицинская помощь в противном случае произойдет заражение крови работники милиции ушли взяв от врача подписку о сохранении доверенной ему тайны и обязательство заранее предупредить когда Есенина будут выписывать Герштейн выдал Галине Бенеславской тайну о намечавшемся аресте она срочно посоветовалась с друзьями влиятельной Анной Абрамовной Берзинь и издательским работником Ильей Вардиным договорились что Есенина переведут из Шереметьевской больницы в Кремлевскую тем самым не подведут профессора и поместят в клинику куда милиции вход закрыт 9 марта поэта перевезли сколько времени в ней пробыл поэт установить не удалось по справке выданной мне нынешней администрации ее архивы были уничтожены летом 1941 года дело номер 10 психов не судят выйдя из Кремлевской больницы Есенин некоторое время жил в квартире Ильи Вардина здесь же пристроили и его молодого друга Ивана Приблудного ныне здравствующая Наталья Петровна Милонова тогда 17-летняя Наташа мне рассказывала я училась в литературно-художественном институте вместе с Иваном Приблудным он стал за мной ухаживать мы стали встречаться от Ивана я знала много подробностей о жизни Есенина поскольку в это время Приблудный был у него вроде оруженосца и вот вечером у нас в квартире раздается звонок мне звонил Иван он приглашал меня приехать и послушать новые стихи Есенина который только сегодня вышел из больницы в нашей в нашей семье были строгие правила поведения я даже не стала просить отца чтобы поехать к Ивану однако через некоторое время позвонили вновь говорил мой папа он мне сказал что звонит Есенин и лично приглашает меня послушать новые стихи обещая отвезти и довезти до дома обратно на извозчике папа мне разрешил скоро приехал Иван он привез меня на квартиру в Ардена там уже было несколько незнакомых мне лиц увидев меня Есенин решил мне прочитать свои новые стихи с Есениным через Ивана я ранее была знакома Сергей Александрович читал мне письмо матери годы молодые забубенной славой другие стихотворения трудно передать мое состояние мне юной девице читает стихи великий поэт возвращались мы с Иваном пешком слишком сильны были мои впечатления но приключения Есенина продолжались 23 марта 1924 в 15 отделение милиции явился гражданин Нейман который заявил следующее сего числа идя со своим братом по Малой Бронной улице по направлению к Тверскому бульвару я увидел стоявшего около извозчика гражданина в нетрезвом виде пройдя мимо этого гражданина он же с оскорбительными словами по нашему адресу сказал жиды тогда я ему сказал если вы пьяны то идите домой он же стал ко мне приставать я оттолкнул его от себя после этого он вторично кинулся на меня и ударил по лицу на что я вторично оттолкнул его от себя подоспевшим милиционером таковой был доставлен в комендатуру мура участковый надзиратель мура дьячков дал показания о том что есенина перевозили на извозчике из мура в 15 отделение милиции и он два раза ударил его по лицу и оскорблял нецензурными словами нейман полностью подтвердил показания брата однако на этот раз нашлись посторонние свидетели и дело стало приобретать совсем другой оттенок некий пуговкин показал я заметил стоящего в нетрезвом виде гражданина на которого напали двое граждан один из них схватил его за рукав другой за воротник и сдернув с него пальто продолжали бить он же стал от них отрываться за что они его били неизвестно свидетели яршев и бурцев показания пуговкина подтвердили полностью допрошенной в качестве свидетеля есенина екатерина показала следующее мы ехали на разных извозчиках на одном повороте есенин вывалился из санок в это время есенин нечаянно толкнул проходящего гражданина в ответ они обозвали его пьяным есенин назвал их жидовскими мордами они разозлились и стали его избивать сам есенин категорически отрицал свою виновность по делу был допрошен еще один работник мура который подтвердил что есенин при свидетельствовании буйствовал оскорблял и грозил расправой у есенина взяли подписку о невыезде а дело направили в народный суд краснопресненского района анализируя уголовные дела против есенина замечаешь что сам он ни на одного своего обидчика не дал оскорбительных показаний не уличал их в причинении ему телесных повреждений об односторонности расследования всех дел против поэта свидетельствует тот факт что у есенина 23 марта была опасно разрезана левая рука он носил повязку целый год двум молодым здоровым нейманам бить человека с раненой рукой по меньшей мере безнравственно возможно о нейманах рассказывала Екатерина Александровна Есенина своей дочери как о работниках ГПУ или милиции предъявивших удостоверение личности после чего их немедленно отпустили собирая материал я натолкнулся на фотографию документа РСФСР наркомпрос директор психиатрической клиники первого московского университета 29 марта 1924 года С.А. Есенин страдает тяжелым нервно-психическим заболеванием выражающимся в тяжелых приступах расстройства настроения и в навязчивых мыслях и влечениях а значенное заболевание делает гражданина Есенина не отдающим себе отчета о совершаемых им поступках профессор Ганушкин документ напечатан на машинке подписей нет мне не было известно ни одного факта чтобы Есенин лечился у психиатра а тут сам профессор Петр Борисович Ганушкин первоначально я предположил что подобную липу составил кто-то из друзей поэта чтобы такой справкой защищать его от ареста тем более что в документе Ганушкин написан с одной Н профессор Ганушкин работал в психоневрологической клинике первого московского университета в Бажениновском переулке удалось выяснить что Есенин 20 марта намеревался лечь на стационарное лечение его фамилию даже занесли в книгу регистрации больных но видимо увидев режим клиники он отказал здесь оставаться профессор Ганушкин был земляком поэта и всячески опекал его эту справку он выдал Есенину чтобы спасти его дело номер 11 персидские мотивы номер 2 6 апреля 1924 года в 22 часа участковый надзиратель 26 отделения милиции Белоусов составил протокол «Я был вызван из зрительного зала инспектором театра Неровым во время спектакля в артистическую уборную к артистке Щербиновской в совершенно пьяном виде ворвался поэт Есенин который вел себя вызывающе и пытался прорваться на сцену но был задержан во время задержания он учинил дебош допрошенный на утро поэт показал «Я попал в театр с пропуском за кулисы который мне передала артистка Щербиновская потом желая выйти заблудился и попал не в ту дверь в театре я не дебоширил но когда меня хотели взять под руки я толкнул лиц один упал и разбил себе нос виновным в появлении в нетрезвом виде в общественном месте себя признаю в скандале нет допрошенная по делу Щербиновская показала в тот день я дала гражданину Есенину пропуск за кулисы чтобы передать ему контрмарку на спектакль Есенин пришел в нетрезвом виде во избежание недоразумений я предупредила администрацию а сама ушла на сцену работник театра Богачев показал я у двери ведущей на сцену задержал двоих неизвестных я пропускал их в это время Есенин размахнулся и ударил меня по носу я упал и ударился о стену после полученного удара я три дня чувствовал себя плохо служащий театра Кузьмичев показал я шел в курилку артистов по дороге встретился с неизвестным который ударил меня в грудь продолжая бежать к павильону софлер дарьяльский кричал держи его держи я бросился за неизвестным и с подоспевшим дарьяльским задержал его артист театра истомин показал во время спектакля недоросль я увидел бегущего мужчину одетого в пальто и в галошах по направлению к павильону на сцене в то время как действие уже началось и занавес был уже поднят я не знал в чем дело и тут же схватил неизвестного мне гражданина заворотник пальто так как таковой уже схватившись за дверь выходившую на сцену хотел выбежать увел его в курительную комнату где узнал что это был гражданин Есенин 5 мая из народного суда Краснопресненского района начальнику 46 отделения милиции пришло поручение о вручении повестки Есенину на 8 мая 27 мая нарсуд постановил предать поэта суду но он постоянного места жительства не имел по повесткам не являлся Есенин в Москве появляется эпизодически он уехал в Ленинград а когда возвратился обратно его ждало горестное событие неожиданно скончался поэт Александр Ширяевец Абрамов чье творчество он высоко ценил 15 мая Ширяевца хоронили на Ваганьковском кладбище прощальные речи неожиданно приобрели политический характер вдруг над гробом в свежей весенней зелени запел соловей все смолкли Есенин разрыдался его долго не могли успокоить на смерть близкого друга Есенин откликнулся стихотворением мы теперь уходим понемногу в ту страну где тишь и благодать он неоднократно завещал похоронить его рядом с Ширяевцем работая над биографией поэта я неоднократно встречался с утверждением специалистов что Есенин стремился на Кавказ и в Среднюю Азию чтобы там изучить древнюю восточную поэзию и философию в какой-то степени возможно это утверждение обоснованно но только в какой-то теперь я установил основную причину его поездок в эти регионы там он скрывался от преследования ГПУ милиции и суда 3 сентября 1924 года поэт неожиданно для всех приобрел билет в Баку Сергей Александрович продал песнь отделу массовой литературы получила деньги и уехал на Кавказ в одном из писем извещала Бенеславская примерно 9 сентября Есенин поселился в бакинской гостинице Новая Европа известны несколько случаев покушения на его жизнь но случай в Баку был наиболее реальным в этой гостинице под фамилией Ильин проживал уже упоминавшийся Яков Блюмкин в тот период он возглавлял отдел ГПУ по террористической деятельности в Персии Турции Афганистане и так далее Блюмкин неоднократно похвалялся своими кровавыми делами в подвалах Лубянки и даже приглашал знакомых посмотреть расстрелы здесь он поднял пистолет на Сергея Есенина поэт вынужден был бросить свои вещи и бежать в Тифлис позже ходили слухи что Блюмкин якобы приревновал свою жену однако эти предположения не имеют доказательств Блюмкин жил в Баку без жены ненавидел Есенина и не мог не узнать себя в строчках ни злодея и не грабил лесом ни расстреливал несчастных по темницам Есенин никогда не был трусом через 10 дней он снова возвратился в Баку готовый постоять за себя друзья из Тифлиса вооружили его пистолетом понимая нешуточную опасность его взялся опекать секретарь компартии Азербайджана Петр Чагин Болдовкин поэт постоянно находился под охраной на Кавказе он пробыл до конца февраля и в Москву приехал только 1 марта 1925 года но 27 марта вновь опять неожиданно для всех укатил в Баку почему как теперь мне удалось установить не позднее августа 1924 года ГПУ начало совершенно секретную операцию против друзей Есенина поэта Алексея Ганина братьев Чикрыгиных и других Ганина и его окружение арестовали в ноябре а именно на 27 марта была намечена коллегия ГПУ где было принято решение о их расстреле узнал ли каким-то образом Есенин о намечаемой операции например от Бенеславской сотрудницы ВЧК или почувствовал как зверь надвигающуюся трагедию но факт ему удалось избежать новой провокации Есенин разорвал с Бенеславской и сблизился с внучкой Льва Николаевича Толстого Софьей Андреевной Толстой сыгравшей огромную роль в составлении собрания его сочинений все поэты в России умирали так и не увидев собрания своих сочинений а я вот увижу восхищенно говорил поэт в ожидании первого тома дело номер двенадцать Кленовая 6 сентября 1925 года утро Софья Андреевна грустно смотрит в окно за трое суток пути она устала безмерно очень хочется походить подышать свежим воздухом в конце концов поговорить с женщинами но она из купе почти не показывается при их посадке в Баку Есенина узнали пассажиры и теперь нельзя выйти в коридор стоит ей на минуту появиться в проходе как словно по команде открываются двери других купе и завистливые глаза бесцеремонно разглядывают ее с головы до ног стараясь выяснить чем же она покорила сердце известного поэта ей особенно неприятные похотливые взгляды бритоголовых красных командиров их вагон охраняется чекистами ведь едет номенклатура остерегаясь до носов пассажиры в разговоры не вступают сидят за закрытыми на замок дверьми пьют в одиночку а их бдительные жены с подрисованными на щеках мушками тайком выносят пустые бутылки в туалет и прячут за унитазом общительный есенин в любом обществе вмиг со всеми находит общий язык стоит ему улыбнуться сострить и сразу все вокруг становятся его друзьями шутки прибаутки смех эти же пассажиры держатся с ним подчеркнуто холодно даже курящие увидев поэта спешно давят папиросы и ныряют к себе в купе щелкнул замок вошел есенин как всегда наглаженный и надушенный в накрахмаленной рубашке и лакированных ботинках вид хмурый чем ближе к москве тем больше он нервничает а как весел и беспечен был в мордокянах ему бы еще пожить в гостеприимном Баку набраться сил обрести душевное равновесие они бы и пожили у доброго чагина огромный сад фонтаны всяческие восточные затеи если бы не грозное письмо Ивана Евдокимова из госиздата требовал немедленно приезжать в противном случае расторгали договор об издании собрания сочинений Софья Андреевна погадайте мне на картах она молча достала колоду ловко помешала карты взглянула в его голубые глаза нет глаза у него не голубые они цвета любимых незабудок из колоды толстая выбрала бубнового короля положила в центре столика есенин зорко следил за раскладкой карт привычными движениями она мягко раскладывала карты вокруг короля нет милая Софья Андреевна ваше гадание будет ошибочным по возрасту я еще могу сойти за бубнового короля а по жизни давно винновый возражать она не стала выбрала виннового короля и снова стала раскладывать карты вышли десятка валет восьмерка потом пришли две дамы валеты она объясняла значение каждой карты вас ждет бубновый интерес в казенном доме свидание встречи а почему вы опускаете шестерку бубен вместе с крестовым тузом они сулят казенный дом и дальнюю дорогу есенин достал коробку с папиросами нервно застучал по ней пальцами пусть они меня убьют пусть за меня им отомстят он побледнел и выскочил курить в тамбу в проходе стояли двое военных они бросили взгляды на есенина и вновь стали смотреть в окно он их не интересовал на выходе в тамбур его остановил охранник в длинной допят шинели товарищ хождение в другие вагоны запрещены я есенин мне нужно пройти в вагон ресторан мы знаем что вы есенин есть приказ начальства закрыть двери скоро москва поэт настаивал охранник не отступал из соседнего купе вышел дипломатический курьер адольф рога сделал ему замечание поэт вспылил в грубой форме ответил рога нырнул в свое купе и возможно конфликт на этом бы и закончился не ввяжись в него некий юрий левит всю дорогу искавший повод прочитать поэту нотацию о правилах поведения в вагоне для высшего комсостава сам левит состоял начальником отдела благоустройства москвы рекомендовался каменевым на должность наркома здравоохранения в закавказскую республику и поэтому считал необходимым поставить на место известного скандалиста есенина поэт повернулся к левиту и произнес два слова оскорбив его национальность при выходе из поезда на курском вокзале есенина и толстую задержали составили протокол работники транспортной милиции видимо не знали о наличии санкции на арест есенина и не спешили заводить новое дело тем более сам конфликт тянул на мелкое хулиганство но по требованию рога и левита наркомат иностранных дел обратился к московскому прокурору с требованием привлечь поэта к уголовной ответственности дело сразу приняло серьезный оборот начались допросы предстоял суд есенин стал пить жизнь вновь превратилась в кошмар он перестал жить у толстой в гневе сбросил с балкона четвертого этажа свой гипсовый бюст работы великого коненкова в сентябре 1925 года вспоминала Анна Романовна изрядного о есенине пришел с большим белым свертком в восемь часов утра не здороваясь обращается с вопросом у тебя есть печь спрашиваю печь что ли что хочешь нет надо сжечь стала уговаривать его чтобы не жег жалеть будет после потому что и раньше бывали случаи придет порвет свои карточки рукописи потом ругает меня зачем давала в этот раз никакие уговоры не действовали волнуется говорит неужели даже ты не сделаешь для меня то что я хочу повела его в кухню затопила плиту и вот он в своем сером костюме в шляпе с кочергой в руках стоит около плиты и тщательно охраняет как бы ни осталось несожженного когда все сжег успокоился стал пить чай и мирно разговаривать на мой вопрос почему рано пришел говорит что встал давно уж много работал мы так и не знаем что же сжег есенин может одну из гениальных поэм может какие-то важные документы можно не сомневаться что он боялся их обнаружения сотрудниками ГПУ напиши обо мне некролог грустно попросил он однажды своего приятеля Ивана Грузинова зачем я скроюсь преданные люди купят гроб устроят мне похороны в газетах и журналах появятся статьи все понимали что заключение есенина в концлагерь не лучшее средство для его обуздания чего только не придумывали друзья и близкие чтобы избежать суда вход следствия вмешивался нарком просвещения луначарский в своем письме на имя судьи липкина он подчеркивал что антисоветские круги и эмиграция суд над есениным используют в своих политических целях но судья был неумолим значит за его спиной стояли более могущественные силы чем луначарский было принято решение положить поэта в психиатрическую клинику мол психов не судят Софья Толстая договорилась с профессором Ганушкиным о госпитализации мужа в платную клинику Есенин не соглашался ни в какую профессор обещал предоставить отдельную палату где поэт может заниматься литературной работой оставалось только уговорить Есенина пребывание в сумасшедшем доме было выше его сил он еще рассчитывал на поддержку высоких меценатов но работники ГПУ стали активно искать Есенина судья направлял в квартиру Толстой грозные повестки ежедневно приходил участковый надзиратель поздно вечером 26 ноября в квартире доктора Зиновьева раздался телефонный звонок в трубке он узнал голос Софьи Андреевны Петр Михайлович покорнейше прошу помочь Сергей Александрович согласился на госпитализацию завтра он может передумать врач Зиновьев несмотря на поздний час срочно выехал в клинику через час за Есениным защелкнулись замки массивных дверей психиатрической клиники недалеко от Пироговской улицы в стороне от грохочущих магистралей до наших дней чудом сохранился тенистый парк когда-то по периметру огороженный трехметровой глухой кирпичной стеной город безжалостно наступает на парк часть его уже вырублена и отдана под огромное здание глазного института со второй стороны к парку примыкает музей-усадьба Льва Николаевича Толстого с третьей просторное двухэтажное здание конца девятнадцатого века построенное на средства благотворителей в этом прекрасном здании где все продумано до мелочей от вешалки до великолепного актового зала и разместилась клиника действует она и сегодня на следующий день Есенин пишет письмо Чагину в Баку дорогой Петр пишу тебе из больницы опять лег зачем не знаю но вероятно и никто не знает видишь ли нужно лечить нервы а здесь фельдфебель на фельдфебеле их теория в том что стены лечат это лучше всего безо всяких лекарств все это нужно мне может быть только для того чтобы избавиться кое от каких скандалов избавлюсь улажу пошлю всех кем и вероятно махну за границу у кары лечиться себя злить и еще пуще надрывать вот почему мы вероятно с тобой в декабре увидимся снова где-нибудь за пирушкой и хотя Есенин согласился лечь на два месяца судя по письму он в клинике больше месяца оставаться был не намерен не скрывал он своего намерения уехать за границу сотрудники ГПУ и милиция с ног сбились разыскивая поэта о его госпитализации знали всего несколько человек но осведомители нашлись 28 ноября чекисты примчались к Ганнушкину и потребовали выдачи профессор отказался пустить их а выдал справку следующего содержания больной Есенин находится на излечении в психиатрической клинике с 26 ноября сего года по настоящее время по состоянию своего здоровья не может быть допрошен в суде почувствовав себя в безопасности поэт начал активно работать строгий режим забота врачей регулярное питание положительно сказались на его здоровье посещавшие поэта друзья и знакомые отмечали отличный внешний вид остроумие и высокий душевный настрой с первого дня его полюбили все сотрудники клиники известные им по газетам пьяница хулиган антисемит и коварный соблазнитель на самом деле был скромен по детски застенчив доброжелателен с постоянной детской улыбкой на лице дочь доктора Зиновьева Милонова Наталья Петровна рассказывала мне о больничном периоде жизни поэта у них в семье не было принято интересоваться работой отца но Есенин знал красавицу Наташу и через отца передавал ей постоянные приветы поэтому она и спрашивала о здоровье Есенина отец ей говорил что тот ничем не болен просто его положили отдохнуть в клинике Есенин написал 15 стихотворений особое место среди них занимает клен ты мой опавший клен ты мой опавший клен заледенелый что стоишь нагнувшись под метелью белой или что увидел или что услышал словно за деревню погулять ты вышел в автографе стихотворения поэт поставил дату 28 ноября именно в этот день приходили его арестовывать чекисты знал ли об этом Есенин рассказал ли ему о них Ганнушкин возможно он только записал стихотворение на бумаге а сочинил раньше ведь описано зимняя деревня о городе ни строчки но это только кажется на первый взгляд Сергей Александрович последние несколько лет в зимней деревне не был Софья Толстая позже вспоминала что Есенин задумал цикл стихотворения о зиме клен одно из них но если стихотворение написано в клинике рассуждал я значит рядом обязательно должен быть клен вдохновивший его направляю запрос в гидрометцентр СССР с просьбой уточнить погоду в центре Москвы 26-28 ноября 1925 года вот ответ сведения о погоде в городе Москве по данным метеостанции обсерватории Михельсона высота снежного покрова неизвестна но снег лежал 28 ноября снега выпало 9,4 миллиметра ветер юго-западный 8 метров в секунду температура 1 градус мороза дула низовая метель я уже не сомневался что клен который 28 ноября утонул в сугробе приморозил ногу его надо искать там нашел клинику перед парадным подъездом шеренгой выстроились стройные красавцы клены только молодые лет по 30 40 эти не годятся нужен столетний в виде исключения мне разрешили пройти в палаты в белом халате поднимаясь на второй этаж где-то здесь должна быть палата Есенина из широченного окна в коридоре я увидел его сразу представил как набросив на плечи меховое пальто униженный оскорбленный поэт печально смотрел на облетающие деревья на дворе пронзительно холодно ветрено за двойными рамами гудит метель несколько золотых листьев крепко вцепились в родные ветки ледяной ветер пытается их сорвать я привел к этому клену племянницу поэта Татьяну Петровну Флор она зарыдала потом подарила книгу с надписью Эдуарду Александровичу с благодарностью за встречу с кленом Дело номер тринадцать Неоконченное Несмотря на улучшение здоровья и творческие удачи пребывание под надзором и замком стало Есенина тяготить Его палата располагалась у входа в отделение и все посетители с интересом разглядывали известного на весь мир психбольного Судья Липкин постоянно звонил в клинику Не оставляла в покое и Зинаида Райх требуя от него денег на содержание дочери Татьяны грозя в противном случае арестом гонорара в госиздате 4 декабря в клинике покончила жизнь самоубийством девушка Это взволновало поэта 7 декабря через родных он дает телеграмму в Ленинград Вольфу Эрлиху чтобы тот подыскал ему для проживания 2-3 комнаты обещая приехать в 20-х числах 21 декабря Есенин сбежал из психушки Лечащий врач Арансон ездил по родственникам и знакомым просил их уговорить поэта возвратиться обратно 22-го и 23-го декабря Есенин ходил по издательствам чтобы получить гонорар навестил Анну Изряднову и сына Георгия Юрия Райх и дочь Татьяну ночью уехал в Ленинград Утром 24-го декабря он поселился в гостинице Интернационал в номере 5 обставленном дорогой мебелью О приезде Есенина знали всего несколько человек Доверился он только мужу сестры Екатерины Василию Насеткину которого просил получить за него деньги в госиздате и прислать их по адресу Вольфа Эрлиха Появившись в гостинице поэт тут же собрал друзей и знакомых там же проживали супруги Устиновы Георгий Устинов работал в Ленинградской Красной газете и с Есениным был знаком много лет Он-то и помог устроиться поскольку обычно в интернационале селили только высоких партийных и чекистских начальников В номере поэта собиралось постоянно 8-10 человек По случаю приезда он поставил друзьям две полбутылки шампанского и в дальнейшем по свидетельству очевидцев Есенин был трезв Читал новые стихи рассказывал о творческих и жизненных планах Намеревался в Ленинграде начать выпуск литературного журнала Просил подыскать квартиру Якобы в Москве на него объявлена охота Первые две ночи в номере у Есенина оставался Эрлих Возможно ночевал и третью Утром 27 декабря в воскресенье Есенин принял ванну В присутствии жены Устинова Эрлиху передал листок Когда Устинова попросила разрешить прочитать написанное поэт не разрешил Примерно с 14 часов организовали праздничный стол Ели гуся пили чай В номере присутствовали Эрлих супруги Ушаковой писатель Измайлов Устиновы художник Мансуров Ненадолго заходил Иван Приблудный Спиртных напитков не было Дворник Дворник Дойдя до Невского проспекта вспомнил что забыл портфель и возвратился обратно в гостиницу Поэт по его словам спокойно сидел за столом и просматривал рукописи со стихами Эрлих взял портфель и ушел Около десяти часов вечера Есенин спустился к портье и просил к себе никого не пускать Вот и все что известно о последних часах жизни поэта из официальных источников Утром двадцать восьмого декабря Елизавета Устинова пришла к дверям номера Есенина и постучалась Ответа не последовало Через некоторое время подошел Эрлих Стали стучать вдвоем В номере тишина Почувствовав недоброе Устинова попросила управляющего гостиницей Назарова открыть дверь С этого момента начинается огромная цепочка трагических порой до абсурда странных загадок связанных с гибелью Есенина Загадка первая Назаров Управляющий Василий Михайлович Назаров 29 лет сотрудник ЧК потом ГПУ непосредственный участник многочисленных расстрелов мирных граждан изрядно повозившись открыл замок но сам почему-то в номер не вошел С точки зрения логики поведение Назарова по меньшей мере странное Он открывает дверь посторонним и уходит А если там не окажется постояльца Пятый номер относился к высшему разряду в нем проживали состоятельные люди вдруг у Есенина что-то пропадет возникает и другой вопрос если в этот момент тело поэта действительно находилось в петле то не увидеть его даже слегка при открытой двери невозможно так почему же не увидел трупа Назаров я не сомневался что Назаров знал о смерти Есенина но делал вид наивного человека и не хотел быть свидетелем случившегося мне повезло в процессе проверки я установил жену Назарова пожилую женщину которая помнила как ее мужа вызвали в гостиницу поздно вечером 27 декабря и он в тот же день рассказал ей о гибели Есенина эти показания соответствуют объективным данным ряда современных судмедэкспертов утверждающих что смерть наступила примерно за 10 12 часов до обнаружения трупа войдя в номер Устинова и Эрлих увидели мертвого поэта Устинова побежала к Назарову тот позвонил в милицию загадка вторая акт в это время в стране проходил 14 съезд партии в прокуратуре и милиции была повышенная готовность казалось на место происшествия должен быть направлен опытный следователь и судебно-медицинский эксперт гостиница находилась рядом с милицией прокуратуры ГПУ однако в пятый номер пришел участковый надзиратель второго отделения милиции Николай Горбов 39-летний Горбов работал в милиции рядовым милиционером около шести месяцев через несколько лет после случившегося был арестован и пропал бесследно он практически в одиночку провел все расследование в частности составил акт послуживший основанием для утверждения что Есенин покончил жизнь самоубийством привожу этот документ с сохранением стиля и знаков припинания акт 28 декабря 1925 года составлен настоящий акт мною надзирателем второго отделения от ЛГМ Горбовым в присутствии управляющего гостиницей интернационал товарища Назарова и понятых согласно телефонного сообщения управляющего гостиницей гражданина Назарова о повесившемся гражданине в номере гостиницы прибыв на место мною был обнаружен висевший на трубе центрального отопления мужчина в следующем виде шея затянута была не мертвой петлей а только правой стороной шеи лицо обращено к трубе и кистью правой руки захватило за трубу труп висел под самым потолком и ноги были около полутора метров около места где был обнаружен повесившийся лежала опрокинутая тумба и канделябр стоящий на ней лежал на полу при снятии трупа с веревки и при осмотре было обнаружено на правой руке высшее локти с ладонной стороны порез на левой руке на кисти царапины под левым глазом синяк одет в серые брюки ночную рубашку черные носки и черные лакированные туфли по предъявленным документам повесившимся оказался Есенин Сергей Александрович писатель приехавший из Москвы 24 декабря 1925 года ниже дописано удостоверение за номером 42 85 16 и доверенность на получение 640 рублей на имя Эрлиха в качестве понятых расписались поэт Всеволод Рождественский критик Медведев литератор Фроман ниже имеется подпись Эрлиха она видимо сделана им после предъявления доверенности Листок бумаги на котором было написано стихотворение «До свидания, друг мой, до свидания» считающиеся предсмертным стихотворением Есенина Эрлих утаил Горбову не предъявил Можно ли из указанного акта сделать заключение о самоубийстве поэта? Категорически нет Документ составлен на крайне низком профессиональном уровне Участковый надзиратель фактически не осмотрел место происшествия не зафиксировал наличие крови на полу письменном столе стенах не выяснил чем была разрезана у трупа правая рука откуда взята веревка для повешения не описал состояние замков в двери запоров на окнах наличие ключа от замка двери не отметил состояние вещей в номере а они судя по публикациям в газетах находились в беспорядке одежды она была в растрепанном виде брюки расстегнуты и спущены что хорошо видно на рисунке художника Сварога он не приобщил в качестве вещественных доказательств веревку бритву другие предметы приступая к осмотру надзиратель обязан был пригласить понятых которые обязаны были подтвердить правильность записей фамилии понятых вообще не записаны надзирателем в акте следовательно Горбов производил осмотр в одиночку а потом дал подписать документ случайно подвернувшимся лицам акт не имеет отметок о времени его составления о начале и окончании этого следственного действия о необходимости тщательного осмотра места происшествия с обязательным участием судебно-медицинского эксперта говорили вся обстановка в номере Есенина и требования уголовно-процессуального кодекса лицо поэта было изуродовано обожжено под левым глазом имелся синяк следовательно эти повреждения были причинены до наступления смерти на фотографиях отчетливо видно под правой бровью примерно с копеечную монету темное пятно напоминающее проникающее ранение в мозг как относиться к акту Горбова можно ли признать его вообще как следственный документ дело в том что Горбов обязан был составить не акт акты составляются на списание сгнившего товара по уголовным делам расследуют и составляют протоколы в строго установленной форме загадка третья агент Угро совсем не случайно современники были убеждены что поэта убили в гостиницу как мне удалось установить выезжал агент уголовного розыска первой бригады Иванов сотрудники этой бригады занимались только расследованием убийств однако чем занимался на месте происшествия Иванов неизвестно мне представляется что он в чем-то подозревал Эрлиха и именно Иванов записал протокол его допроса хотя подпись должностного лица якобы проводившего допрос Горбов Иванов вскоре был уволен из органов милиции за злоупотребление алкоголем потом был осужден и пропал бесследно Загадка четвертая суд медэксперт Из документа не видно принимал ли участие в осмотре трупа суд медэксперт В то же время из газетных публикаций тех дней мы узнаем в номере был врач который и назвал время наступления смерти Есенина Одни журналисты утверждали что он назвал 5-6 часов другие 6-7 часов с момента снятия петли И это заявление мифического врача не оставившего о себе никаких сведений принято всеми считать за истину Только на этом основании все исследователи биографии и творчества поэта утверждают что он погиб 28 декабря 1925 года Других доказательств этому нет Но это не доказательство Загадка пятая Уборщица По логике событий труп Есенина должна была найти в номере уборщица 28 декабря был понедельник и уборщица обязана была убираться в номерах Однако о ней нигде ни слова Несколько лет назад в Санкт-Петербурге проходили есенинские чтения В зал пришла неизвестная женщина которая стала утверждать что Есенин погиб не в своем номере а где-то на чердаке или подвале и только потом труп был принесен в пятый гостиничный номер Она называла старуху тогда проживавшую в деревне работавшую в тот трагический день в интернационале уборщицей Однако эту незнакомку участники чтения слушать отказались и выставили из зала как ненормальную Загадка шестая Понятые Поэт Всеволод Рождественский писал что гибель Есенина для него явилась полной неожиданностью В то утро в Ленинграде было холодно он пришел в союз поэтов и был свидетелем как Медведев поднял трубку телефона как исказилось его лицо при этом страшном известии кто звонил в союз поэтов до сих пор остается тайной Рождественский и Медведев прибежали после звонка одними из первых Прямо против порога несколько наискосок лежало на ковре судорожно вытянутое тело Правая рука была слегка поднята и окостенела в непривычном изгибе Распухшее лицо было страшным в нем ничто уже не напоминало прежнего Сергея только знакомая легкая желтизна волос по-прежнему косо закрывала лоб одет он был в модные недавно разглаженные брюки щегольской пиджак висел тут же на спинке стула и мне особенно бросились в глаза узкие раздвинутые углом носки лакированных ботинок на маленьком плюшевом диване за круглым столиком с графином воды сидел милиционер в туго подпоясанной шинели вводя огрызком карандаша по бумаге писал протокол я тщательно проверил каждую деталь отмеченную Всеволодом Рождественским все точно он словно обрадовался нашему прибытию и тотчас же заставил нас подписаться как свидетелей в этом сухом документе все было сказано кратко и точно и от этого бессмысленный факт самоубийства показался еще более нелепым и страшным таким образом Рождественский Медведев репрессирован в конце тридцатых годов и пропал бесследно и Фроман увидели труп Есенина не в петле а на полу и подписывать акт о том что труп поэта находился в петле они не имели права своими подписями они подтвердили что веревка не имела затяжной петли а была намотана на шее что труп висел лицом к трубе и тому подобное кто-то из современников утверждал что лицо мертвого поэта было обожжено трубой отопления возможно ли это вообще по воспоминаниям в интернационале плохо топили Эрлих писал что накануне вечером Есенин сидел за столом в меховом пальто утром милиционер не снимал шинель потому что в номере было холодно Рождественский Медведев и Фроман подписали участковому надзирателю акт где было указано что ноги погибшего находились примерно на высоте полутора метров от пола неужели у них не мелькнула мысль как самоубийца смог завязать веревку и где он мог ее достать ведь она по моим расчетам должна быть не менее двух двух с половиной метров длины чтобы завязать веревку на такой высоте самоубийце нужно было встать на какой-то предмет выше полутора метров но таких предметов рядом не было со стола веревку не завязать даже если сверху поставить стул длина опрокинутой тумбы в акте не указана но судя по снимку не больше метра и двадцати сантиметров все это самоубийца должен был проделать в полнейшей темноте несмотря на то что ни в одном документе не сказано было ли включен свет в номере Есенина когда его открыли утром можно утверждать что включен он не был в противном случае труп был бы Устиновой и Эрлихом замечен на пороге номера а они увидели его когда прошли в комнату и огляделись у автора этих строк есть письменные показания полковника милиции в отставке Георгия Петровича Евсеева работавшего тогда в уголовном розыске Ленинграда утверждающего что он вместе с другими оперативниками выезжал на место гибели Есенина и лично видел что труп поэта висел не на трубе а на батарее водяного отопления где же правда лет двадцать назад когда были живы многие очевидцы случившегося все это выяснить не представляло большого труда можно было выйти на место происшествия осмотреть замки свидетели показали бы непосредственно в номере что они помнили где находился труп и так далее и тому подобное но сегодня это исключено здание гостиницы сломали свидетели почти все умерли загадка седьмая замок не сохранилось даже замка от двери пятого номера в протоколе допроса Эрлиха указано что ключ торчал в замке с внутренней стороны а раз так то все случившееся как бы на совести постояльца но так ли это судя по фотографиям замок в пятом номере был врезным открыть его отмычкой не специалисту крайне сложно тем более если в замке торчит ключ в своих воспоминаниях Устинова указывала что Назаров открыл дверь отмычкой выходит ключа со стороны номера в замке не было если же ключ торчал Назаров мог отпереть замок только воровским приспособлением оно в те годы было довольно известно это сточенные пассатижи круглой формы для захвата кончика ключа таким образом квартирные воры открывали закрытые изнутри замки и проникали в нужное помещение кстати закрывать за собой замок этаким способом было еще легче чем открывать уже отмечалась странность поведения управляющего гостиницей Василия Назарова не войти первым в номер в замке которого торчал изнутри ключ что может быть с постояльцем если он закрылся изнутри и на громкие стуки не открывает крепко задремал и конечно очень интересный вопрос откуда у управляющего под рукой сточенные пассатижи загадка восьмая вскрытые вены всем известно стихотворение Владимира Маяковского Сергею Есенину ну а класс он и жажду запивает квасом класс он тоже выпить не дурак окажись чернила в англитере вены резать не было причины собственных костей качается мешок эти строки десятилетиями формировали картину гибели поэта откровенно говоря я не представляю как можно написать стихотворение кровью из разрезанной вены кровь в сосудах находится под давлением разрезанную вену нужно зажимать а как макать перо пока строчку напишешь кровью и зайдешь и тем не менее такое стихотворение есениным написано вот оно до свидания друг мой до свидания милый мой ты у меня в груди предназначенное расставание обещает встречу впереди до свидания друг мой без руки без слова не грусти и не печаль бровей в этой жизни умирать не ново но но и жить конечно не новей это стихотворение считается предсмертным письмом поэта но даже если это и так оно совсем не объясняет причины самоубийства и вдруг я узнаю что эти строчки написаны за сутки если вообще написаны до гибели и переданы вольфу эрлиху значит вены есенин разрезал не для написания предсмертного письма проверяю по другим источникам все точно тогда для чего и чем разрезаны вены на фотографиях порезы видны на правой руке почему на правой ведь есенин правша газеты тех дней выдвинули версию что первоначальным было решение покончить с собой разрезав вены потом якобы не хватило характера и он полез в петлю с этим согласиться нельзя ведь вскрыв вены поэт должен был искать веревку потом привязывать ее к вертикальной трубе центрального отопления веревка была привязана под потолком высота потолка 3,8 метра если это так то вся комната часть предметов должны были быть залиты кровью одной левой рукой сделать это есенин не смог бы нужно было помогать правой с которой ручьем текла кровь она должна была залить ему лицо одежду ботинки в номере должны быть лужи крови но ее нет почему у любого даже начинающего криминалиста возникает вопрос а мог ли при такой потере крови он передвигаться мог ли двигать пораненной рукой поэт жаров написал такие строчки о гибели есенина это все-таки немного странно вот попробуй тут не удивись на простом шнуре от чемодана кончилась твоя шальная жизнь о повешении на шнуре от американского чемодана писал шнейдер встречи с есениным проведенный мною эксперимент показал что длина такой веревки шнура должна быть не менее двух метров была ли такая веревка шнур на американском чемодане могла ли она выдержать тяжесть тела почему веревка привязанная к вертикальной трубе не съехала вниз загадка девятая странгуляционная борозда из-за отсутствия подробного описания места происшествия и плана номера гостиницы теперь приходится восстанавливать обстановку по публикациям газет воспоминаниям современников фотографиям новая вечерняя газета писала что поэт в петле висел с восковым лицом другие также указывали на бледный цвет лица мне приходилось видеть сотни висельников но ни разу не видел бледнолицого трупа оно как правило имеет багрово синюшный цвет с признаками прямо свидетельствующими о наступлении смерти от удушья ни на рисунке художника сварога ни на посмертных фотографиях этих признаков не видно поэт князев впоследствии репрессированный написал сразу же после гибели Есенина стихотворение начинавшееся строфой в маленькой мертвецкой у окна золотая голова на плахе полоса на шее не видна только кровь чернеет на рубахе очень точные слова нашел князев золотая голова на плахе айсидора Тункан тоже восхищалась головой поэта золотая голова с акцентом выговаривала она слова такая правда жизни в морге на деревянную подставку кладут не только лихие но и золотые головы некоторое время назад на этой же плахе в морге обуховской больницы лежала простреленная голова чекиста а потом одного из самых жестоких бандитов Леньки Пантелеева но почему же у покойного поэта не видна странгуляционная борозда она на шее повешенного или повесившегося не исчезает имеет ярко выраженный красно-фиолетовый цвет что это поэтический прием князева а видел ли он вообще труп Есенина за свою многолетнюю следственную практику мне не раз приходилось встречаться с инсценировками самоубийства встречались случаи когда преступники убивали человека а затем скрывали свое злодеяние набрасыванием петли и подвешиванием рассчитывая этим обмануть работников милиции в этих случаях странгуляционная борозда имела более светлый цвет или отсутствовала совсем после тщательной проверки архивных документов я установил что князев не только видел труп в морге но и выполнял неприятную обязанность получать там вещи принадлежащие Есенину но почему он не заметил на шее полосы может она была светлого цвета вспоминаю про фотографии присланные мне в управление неизвестным лицом еще раз тщательно рассматриваю на них шея мертвого поэта закрыта воротом рубашки изучаю воспоминания других современников о странгуляционной борозде ни слова таким образом можно утверждать уголовное дело по факту трагической гибели Есенина не возбуждалось никакого расследования не проводилось все расследование свелось к тому что Горбов или кто-то другой роздал четыре бланка протоколов опроса Устинову Устиновой Назарову и Эрлиху первые собственноручно написали то что посчитали нужным а протокол Эрлиха по моим предположениям заполнил агент уголовного розыска Иванов все расследование продолжалось два-три часа потому что уже в шестнадцать часов труп был доставлен на Чухонских санях в морг Обуховской больницы Самым грубым нарушением Уголовно-процессуального кодекса РСФСР было то что на место происшествия не был приглашен судмедэксперт и не составлен протокол квалифицированного осмотра места происшествия Ни Горбов ни другие работники милиции не устранили существенных противоречий в объяснениях опрошенных лиц не побеседовали с журналистом Ушаковым видевшим поэта одним из последних ни с портье к которому якобы обращался поздно вечером поэт с требованием к нему никого не пускать ни с неизвестным гражданином который заявил что поэт поздно вечером пил у себя в номере чай Загадка десятая Берман Кстати кто мог быть этим человеком знавшим о поведении Есенина за закрытыми дверями Возможно все эти люди дали письменное показание но они не вписывались в версию о самоубийстве и их уничтожили Не исключено что все они были соучастниками расправы над поэтом и их заявления носили провокационный характер Мне удалось найти воспоминания современников о том что поэт Лазарь Берман поздно вечером 27 декабря видел Есенина пьяным в коридоре гостиницы Это утверждение никак не вписывалось в общую картину случившегося У Есенина не было денег для приобретения спиртных напитков а в Рождество они не продавались и вообще поэт рано засыпал А что делал сам Лазарь Берман в гостинице Интернационал поздно вечером Ведь гостиница была ведомственная Запомним это обстоятельство Собирая материалы о деле Таганцева Гумилева и других я обратил внимание что в эмиграции русские поэты считали гибель Гумилева делом провокатора и даже называли имена подозреваемых в этой провокации Ирина Адоевцева вспоминала что после ареста Гумилева к ней прибежал молодой поэт состоявший в антисоветской организации и просил совета как ему себя вести дальше то ли скрываться то ли сдаваться этот человек по словам Адоевцевой поддерживал связь Гумилева со своей организацией фамилию его за давностью лет она не помнила но профессионально запомнила строчки его стихов эти строчки принадлежали Лазарю Берману возникают справедливые вопросы почему Николая Гумилева арестовали органы ВЧК а его связника нет и почему Лазарь Берман бежал консультироваться к подруге Гумилева раскрывая юной девицы существования антисоветской организации если все это было так то Лазаря Бермана должны были арестовать раньше Гумилева но этого не случилось хотя главный следователь Яков Агранов расширил антисоветскую организацию до двухсот человек по моему твердому убеждению утверждение Бермана что он поздно вечером видел в гостинице пьяного Есенина имеет цель убедить всех что смерть поэта наступила не 27 декабря а 28 декабря во время проведения дознания несомненно работники милиции учитывали это заявление и заключение неизвестного врача о наступлении смерти Есенина примерно в 4 5 часов утра если бы не эти заключения и заявления подозрение пало бы на Вольфа Эрлиха утверждавшего что он ушел от Есенина в 10 часов вечера когда тот был жив и здоров но подозрение таким образом отпало загадка одиннадцатая причина смерти в своих воспоминаниях Устинов писал говорят что вскрытием установлена его мгновенная смерть от разрыва позвонков сам Устинов через несколько лет покончил жизнь самоубийством пришел в номер сразу же и был в курсе всех разговоров и дел связанных с гибелью Есенина и можно утверждать что эти слова он слышал от судмедэксперта в монографии Есенина веда Наумова также сказано Есенин умер не от удушья а от разрыва шейных позвонков между тем разрыв шейных позвонков у человека может произойти от нанесенной травмы неосторожного падения умышленного убийства и тому подобное и совсем не обязательно от повешения В памятке о Сергее Есенине напечатано сразу же ни слова о наступлении смерти от разрыва шейных позвонков В углу на трубе парового отопления на веревке от чемодана висел Сергей Есенин На левой руке было несколько царапин а на правой выше локтя глубокий порез сделанный ножом от бритвы Очевидно Есенин пытался перерезать сухожилия Установлено что Есенин умер от удушья причем потеря крови вследствие надрезов на венах могла в свою очередь способствовать обморочному состоянию Кровавые натеки на ногах свидетельствуют о том что Есенин долго висел в петле Вскрытием также установлено что никаких аномальностей в мозгу Есенина не было По заключению экспертов труп Есенина провисел около шести семи часов Загадка двенадцатая Вскрытие Автор памятки несомненно списывал часть этого текста с акта вскрытия тела Только откуда взято время шесть семь часов Там это время не указано И почему утверждается что экспертов было несколько Нам известен только один патологоанатом чьей фамилией подписан акт вскрытия тела Гилеревский Александр Григорьевич Гилеревский 1870 года рождения окончил в Петербурге военно-медицинскую академию После Октябрьского переворота подвергался репрессиям со стороны большевиков Его судьба неизвестна Жена в 1929 году выслана и погибла в застенках ГПУ Этот документ сохранился до наших дней случайно благодаря подвижничеству Софьи Толстой И хотя от него оторвана часть текста для нас этот документ представляет большую ценность Его нельзя считать заключением судебно-медицинского эксперта поскольку конкретных вопросов перед Гилеревским не было поставлено Об уголовной ответственности задачу заведомо ложного заключения он не предупреждался При вскрытии ни работники милиции ни следователь не присутствовали Не беру на себя ответственность судить о качестве выводов Гилеревского а он написал что смерть поэта наступила от удушения но хочу высказать сомнения в объективности его выводов и это сомнение основано на документальных данных В материалах дознания по факту гибели Есенина имеется любопытный документ мало что говорящий постороннему лицу но многое проясняющий практическому работнику правоохранительных органов судмедэксперту Гилеревскому при всем препровождается копия телефонограммы за номером 374 по делу самоубийства гражданина Есенина Сергея для приобщения к делу приложение упомянутое начальник второго отделения ЛГМ Хохлов завстолом дознания Вергей На этом невзрачном документе отпечатанном на пишущей машинке имеется карандашная надпись пункт 5 статьи 4 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР По этой статье в то время прекращались уголовные дела за отсутствием состава преступления а по материалам таким как Поясенину отказывалась в возбуждении и расследовании уголовного дела Ясно что работники милиции в завуалированной форме информировали Гиляревского о том что по их убеждению привлекать к уголовной ответственности за гибель поэта никого не будут и ему следует это иметь ввиду при даче заключения Судя по всему всего было составлено два акта Мною найдена в архивах выписка о смерти Сергея Есенина выданная 29 декабря 1925 года в столе ЗАГСов Московско-Нарвского совета Эти сведения подтверждены руководством архива ЗАГСов города Ленинграда В ней указаны документы послужившие основанием для выдачи свидетельства о смерти Есенина В графе причина смерти указано самоубийство повешение а в графе фамилия врача записано врач судмедэксперт Гилеревский номер 1017 Следовательно 29 декабря 1925 года в ЗАГС для получения свидетельства о смерти поэта было представлено медицинское заключение судмедэксперта Гилеревского под номером 1017 а не то без номера и других реквизитов на основании которого было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела Из архивных данных я установил что получал в ЗАГСе свидетельство о смерти Сергея Есенина Вольф Эрлих Но кто представлял в ЗАГС заключение судмедэксперта Гилеревского под номером 1017 остается неизвестным Если бы удалось разыскать это заключение многое в гибели поэта прояснилось немедленно Руководство ЗАГСов города Ленинграда утверждает что этого документа у них нет Медицинская справка на основании которой составлена запись о смерти к актовой записи не прилагалась Для читателя малоинформированного в тонкостях уголовно-процессуального производства нужно пояснить что вывод о том что случилось с Есениным обязаны были сделать дознаватель следователь прокурор или суд Они по закону обязаны были вынести мотивированное постановление подтверждающее самоубийство или убийство Ни врач ни судмедэксперт сделать этого не вправе Кстати в заключении судмедэксперт Гилеревский также не констатировал самоубийство Он написал что смерть Есенина последовала от асфикции произведенной сдавливанием дыхательных путей через повешение Но Гилеревский не написал что повешение поэт совершил сам Тот же вывод он бы сделал если бы Есенина повесили Судмедэксперт отметил темно-фиолетовый цвет нижних конечностей Точечные на коже кровоподтеки указывают на то что покойный в повешенном состоянии находился продолжительное время Какое же время находилось в вертикальном положении тела Есенина Ряд современных судмедэкспертов полагают что темно-фиолетовый цвет нижних конечностей образуется у трупа который в вертикальном положении находился около суток Гилеревский также указал на петли кишок красного цвета Современные коллеги считают что это свидетельствует о вертикальном положении трупа более 12 часов И еще одно очень важное обстоятельство Судмедэксперт Гилеревский отметил наличие в желудке покойного около 300 кубических сантиметров пищевой смеси издающей запах вина Мы знаем что Есенин последний раз ел не позднее 6-7 часов вечера Пища была легко сваримая Наличие в желудке прямо говорит смерть наступила не позднее 11 часов вечера 27 декабря 1925 года Вот почему официальная дата кончины 28 декабря на мой взгляд по меньшей мере сомнительно а с учетом показаний жены Назарова между 20 часами 30 минутами и 23 часами Теперь обратимся непосредственно к акту вскрытия который не только не выдерживает критики но и вызывает сомнения в подлинности Первое Акт написан на простом листе бумаги без каких-либо реквизитов подтверждающих принадлежность документа медицинскому учреждению Он не имеет регистрационного номера углового штампа гербовой печати подписи заведующего отделением больницы или бюро экспертиз Второе написан от руки торопливо со смазанными не успевшими просохнуть чернилами Такой важный документ судмедэксперт обязан был составить в двух и более экземплярах Подлинник приобщается к делу а копия должна остаться в материалах больницы бюро экспертиз Третье судмедэксперт обязан был осмотреть труп замерить рост указать на наличие телесных повреждений и сказать какие из них получены при жизни а какие посмертные и назвать те что находятся в прямой причинной связи с наступлением смерти У Есенина было много прежних телесных повреждений и следов хирургических операций но о них ни слова подтвердив наличие под глазом небольшой ссадины Гилеревский не указал механизм ее образования отметил наличие на лбу вдавленной борозды длиной около четырех сантиметров и шириною полтора сантиметра но не описал состояние в этом месте костей черепа сказал сказал что вдавление на лбу могло произойти от давления при повешении но не установил прижизненное или посмертное и самое главное не указал могло ли это вдавление вызвать смерть или способствовать ей и не образовалось ли оно от удара твердым предметом четвертое выводы судмедэксперта не учитывают полной картины случившегося в частности ничего им не сказано о потере крови погибшим пятое Гилеревский отметил что покойный в повешенном состоянии находился продолжительное время а сколько часов не указал по этому заключению не ясно наступила смерть за двое суток или скажем за сутки до обнаружения трупа шестое ни слова об ожогах на лице и механизме их образования создается убеждение что акт Гилеревским написан по чьим-то нажимам без тщательного анализа случившегося в материалах дознания имеется любопытный документ мало что говорящий широкой публике но прекрасно иллюстрирующий отношения властей к расследованию обстоятельств гибели Есенина прислав юридически малограмотного Горбова для проведения дознания больше власти ничего не делали они выжидали газет 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 газеты 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 потоком выливали на головы обывателей информацию о пьянстве и хулиганстве поэта его контрреволюционности мелкобуржуазности формируя убеждение что другого конца у такого поэта и быть не могло а дознание молчало оно дожидалось окончания проходившего в те дни 14-го съезда партии реакции общественности друзей родных поэта и только после этого приняло решение по делу Есенина не проводя с 28 декабря 1925 года никаких следственных действий завстолом дознания Вергей 20 января 1926 года написал заключение в котором не привел ни одного доказательства подтверждающего самоубийство Есенина сделал это тогда когда тело поэта было уже перевезено из Ленинграда в Москву и похоронено в резолютивной части заключения он написал на основании изложенного не усматривая в причинах смерти гражданина Есенина состава преступления полагал бы материал дознания в порядке пункта 5 статьи 4 УПК направить нарследователю 2 отделения города Ленинграда на прекращение за отсутствием состава преступления 20 января 1926 года завстолом дознания Вергей согласен начальник 2 отделения ЛГМ Хохлов следователь Бруцкий также не проводя никакого расследования согласился с выводом Вергея и Хохлова Обратим внимание на то что в заключении не указывается что Есенин покончил самоубийством и не указано когда и как он это сделал Поэтому уместно задать вопрос в действиях каких лиц или лица отсутствует состав преступления Загадка 13 После смерти А между тем не дожидаясь даже этого малоубедительного заключения средства информации начали настоящее состязание в подыскании оскорбительных эпитетов в адрес трагически погибшего поэта С легкой руки Луначарского Бухарина Сосновского Волина Зиновьева Авербаха Крученых и других Есенину были приписаны Наркомания Алкоголизм Развратное действие Сумасшествие Объясняя причину гибели поэта Его враги пошли по проверенному пути клеветы и стали искать ее истоки в его собственных стихах Житейская биография была перечеркнута и заменена литературной как известно не всегда достоверной Строки о смерти в его стихах были превращены в свидетельские показания против него самого Появились гневные предложения отдельных политиков вычеркнуть имя поэта из русской литературы запретить печатать и читать его стихи мешающие революционному народу стройными рядами двигаться к лучезарному будущему Еще бы одни названия его сочинений чего стоили страна негодяев Москва кабацкая исповедь хулигана и другие Поэзию Есенина было приказано забыть Время требовало другой литературы бодрой оптимистической лживой верно подданнической И никто не обратил внимания на гневные слова Бориса Лавренева в адрес тех кто все сделал чтобы так трагически закончилась жизнь великого сына России И мой нравственный долг предписывает мне сказать разу в жизни обнаженную правду и назвать палачей и убийц палачами и убийцами черная кровь которых не смоет кровавого пятна на рубашке замученного поэта Но и мужественный Лавренев не решился назвать палачей Есенина Палачей Есенина через несколько лет самих ждало суровое испытание Они наивно верили что пришли навсегда Они плевали на законы мораль совесть Но в этой жизни скоро все меняется и с палачей они превратились в узников Умирали они позорно обливая друг друга грязью забывая свой интернационализм 20 декабря 1936 года в годовщину основания ВЧК ОГПУ НКВД Сталин устроил для руководителей этого ведомства небольшой банкет Пригласил на него Ежова Фриновского Паукера и других чекистов Когда присутствующие основательно выпили Паукер показал Сталину импровизированное представление писал бежавший за границу высокий ГПУшник Орлов Поддерживаемый под руки двумя коллегами игравшими роль тюремных охранников Паукер изображал Зиновьева которого ведут в подвал расстреливать Зиновьев беспомощно висел на плечах охранников и волоча ноги жалобно скулил испуганно поводя глазами Посередине комнаты Зиновьев упал на колени и обхватив руками сапог одного из охранников в ужасе завопил Пожалуйста ради Бога товарищ вызовите Иосифа Виссарионовича Сталин следил за ходом представления заливая смехом Гости видя как ему нравится эта сцена наперебой требовали чтобы Паукер повторил ее Паукер подчинился На этот раз Сталин смеялся так неистово что согнулся хватаясь за живот А когда Паукер ввел в свое представление новый эпизод и вместо того чтобы падать на колени выпрямился простер руки к потолку и закричал услышь меня Израиль наш Бог есть Бог Единый Сталин не мог больше выдержать и захлебывая смехом начал делать Паукеру знаки прекратить представление Преступление следует Заключение Что же произошло в пятом номере гостиницы Англетер Убийство или самоубийство Некоторые современники признавая самоубийство в качестве доказательства приводили факты попыток Есенина и ранее покончить с собой В этой связи уместно процитировать слова приятеля поэта писателя Матвея Ройзмана Однако я хочу предостеречь читателя от тех мемуаристов которые пишут что Есенин неоднократно покушался на самоубийство Если бы так было про это безусловно знали бы сестры Есенина Катя и Шура Галя Бенеславская Вася Насеткин Это было бы известно мне и другим Автору этих строк также не удалось найти ни одного подобного факта Я обнаружил еще одну печальную закономерность Во всех ранее напечатанных посмертных фотографиях поэта отсутствуют на его лице следы прижизненных травм Печатались только такие где эти следы можно было заретушировать И еще На месте происшествия в пятый номер гостиницы почему-то был вызван не судебный фотограф а портретист Моисей Напельбаум Причем перед съемкой одежда на трупе была тщательно приведена в порядок Это особенно заметно если сравнивать моментальный рисунок художника Сварога с фотографиями Напельбаума На рисунке отчетливо видно что Есенин подвергался насилию его одежда в беспорядке висела на частях тела Отчего же последовала смерть Еще веря утверждениям о беспробудном пьянстве Есенина Я полагал что перед гибелью он напился с кем-то подрался получил телесное повреждение после чего повесился Каково же было мое удивление когда я узнал что поэт был трезв и никакой конфликтной ситуации не было Некоторые современники отмечали повышенную подозрительность поэта перед смертью Например Воронский уже после гибели напишет Несомненно он болел манией преследования Он боялся одиночества И еще передают И это проверено что в гостинице Англетер перед своей смертью он боялся оставаться один в номере По вечерам и ночью прежде чем зайти в номер он подолгу оставался и одиноко сидел в вестибюле Только ли мания преследования заставляла поэта скрываться прятаться Все его преследования угрозы Избиения начались с 1924 года Он не боялся встречаться с отпетыми уголовниками смело ходил в воровские малины и ночлежки Никого не боялся за границей Сами же его друзья и знакомые не раз убеждались что за ним следили не раз угрожали В книге «Право на песнь» Эрлих позже писал Есенин стоит на середине комнаты расставив ноги и мнет папиросу Я не могу Ты понимаешь Ты друг мне или нет Друг Так вот Я хочу чтобы мы спали в одной комнате Не понимаешь Господи Я тебе в сотый раз говорю что меня хотят убить Я как зверь чувствую это Ну говори Согласен Согласен Ну вот и ладно Он совершенно трезв Двухместное купе Готовимся ко сну Да Я забыл тебе сказать А ведь я был прав Что такое А насчет того что меня убить хотели И знаешь кто Нынче когда прощались сам сказал Я говорит Сергей Александрович два раза к вашей комнате подбирался Счастье ваше что не один вы были а то бы зарезал Да за что он тебя А так ерунда Ну спи спокойно Значит Есенину действительно угрожали убийством Кто за что Из воспоминаний литератора Асеева мы также знаем что поэт рассказывал о нападении на него и показал ужасающий шрам на ноге через всю икру Возможно Есенин был излишне подозрителен но современники неоднократно лично убеждались что за ним шла слежка И вот однажды когда я ушел в редакцию а в моей комнате остались Есенин девица В.R. и моя жена писал позже Устинов Есенин вдруг почувствовал страшное беспокойство У него была какая-то болезненная чуткость Нас подслушивают сказал Есенин побледнев Брось Сережа тебе показалось Нет не показалось И Есенин стремительно выбежал в коридор Действительно у дверей подслушивали Резким движением открыв дверь Есенин чуть не сшиб с ног наклонившегося к замочной скважине дежурного из охраны Есенин пришел в выступление Он схватило дежурного за горло и начал душить Тот едва вырвался и убежал доложить о случившемся коменданту Комендант рассудил просто Он тебя взял за горло Не то что взял а чуть не задушил Оружие было при тебе Так точно Почему же ты его не застрелил Дежурный охраны молчал Тогда комендант К распорядился немедленно уволить его за нарушение устава За то собственно что не застрелили Есенина Помню в 1924 году я был первый раз в Тбилиси и совершенно неожиданно встретил на улице Есенина вспоминал поэт Тихонов Он был в хорошем настроении и даже весел Он шутил и сказал Давай удерем от моих опекающих и мы удрали Мы нашли маленький духан и надолго засели в нем Было тесно какие-то гуртовщики пили длинные тосты потом сдвинули стаканы что они разбились осколки стекла зазвенев упали к ногам Есенина и вдруг знаешь лицо его переменилось Веселость исчезла на лоб легла какая-то тень усталости глаза стали тревожными точно он что-то видит чего не вижу я он перестал читать стихи и замолчал помолчав он заговорил я видел что появилась напускная веселость которой он прикрывал волнение он спросил ты хорошо спишь в Тбилиси прекрасно сказал я а неужели у тебя нет сна он нахмурился мы только что удрали от милиционера который по его мнению следил за нами у ворот он остановился чтобы передохнуть писал Вольф Эрлих фу понимаешь еще спаслись отдышавшись входим в ворота впереди двор длинный темный сумерки вдруг он хватает меня за руку и прижимается к стене руки у него дрожат что случилось Сергей ради господа тише ты посмотри что на нашем крыльце делается на нашем крыльце спокойно сидит милиционер мы битых полчаса стоим прижавшись к стене и боясь дохнуть наконец наша пугало подымается и переходит и переходит на другой двор тогда мы вихрем перебегаем двор вбегаем в вестибюль и одним дыханием берем все семь этажей когда можно привести много примеров когда приятели поэта были свидетелями подобного поведения Есенина он одно время носил для самозащиты пистолет и железную палку большинство относило это к излишней подозрительности поэта его фантазии но ни один мемуарист не отмечает подозрительности Есенина до 1923 года а то что он подвергался тотальной слежке и агентурной отработке можно не сомневаться что же произошло в гостинице Англитер вечером 27 декабря 1925 года почему жена поэта толстая даже полмесяца спустя боялась жить в Москве в своей квартире скрываясь у надежных друзей а то что трагедия произошла вечером дополнительно видно из того что труп поэта был в наглаженных брюках и лакированных полуботинках следовательно поэт спать не ложился не была в номере и разложена постель друг есенина касаткин писал вольнову видевшему поэта и разговаривавшему с ним 23 декабря в москве перед роковой поездкой в ленинград если не скоро приедешь сюда прошу тебя дружок напиши подробнее что и что он говорил в тот день на софийке постарайся не поленись изложить приблизительно его высказы и обрисуй состояние у меня сотни догадок о его конце и ничего ясного тьма сейчас тьма медленно рассеивается 22 апреля 1926 года бывшая жена Есенина Зинаида Райх объявив себя хранительницей наследия поэта обманным путем при живой жене и родных получила оставшиеся от Есенина вещи среди прочих бумаг в черном кожаном чемодане оказались написанные рукой Есенина обрывки доверенности на имя гражданина Эрлиха значит поэт или кто-то другой разорвал подлинную доверенность на получение денег высланных Есенину из Москвы Василием Насеткиным а потом появилась другая но уже написанная не рукой Есенина скрыл от работников милиции Эрлих и автограф стихотворения до свидания друг мой до свидания позже в своих мемуарах он представит дело так что именно ему Есенин посвятил последнее свое стихотворение ночуя по просьбе поэта у него в номере двое суток 27 декабря он почему-то не остался потом он будет рассказывать что утром 28 декабря ему нужно было сходить к врачу и получить деньги по доверенности Есенина как теперь известно Эрлих домой не приходил в эту ночь а провел ее в компании деньги по доверенности он также не получил в своей книге право на песнь Эрлих позже написал загадочные слова я хочу чтобы он простил мне то что продолжаю подавать руку при встречах по крайней мере двоим из его друзей поэтов это значит что во мне недостаточно чувства его и своей чести и наконец пусть он простит мне наибольшую мою вину перед ним ту которую он знал а я знаю почему просил прощения Эрлих у давно усопшего Есенина может потому что вечером возвратился в номер но не за портфелем в 1927 году художник сварок рассказал свои впечатления о происшедшем в номере гостиницы мне кажется этот Эрлих что-то подсыпал ему на ночь ну может быть и не яд но сильное снотворное не зря же он забыл свой портфель в номере Есенина и домой он спать не ходил с запиской Есенина в кармане он крутился не зря все время неподалеку наверное вся их компания сидела и выжидала свой час в соседних номерах обстановка была нервозная в Москве шел съезд в Англитере всю ночь ходили люди в кожанках Есенина спешили убрать потому что все было так неуклюже и оставалось много следов перепуганный дворник который нес дрова и не вошел в номер услышал что происходит кинулся звонить коменданту Назарову а где теперь этот дворник сначала была удавка правой рукой Есенин пытался ослабить ее так рука и закоченела в судороге голова была на подлокотнике дивана когда Есенина ударили выше переносицы рукояткой нагана потом его закатали в ковер и хотели спустить с балкона за углом ждала машина легче было похитить но балконная дверь не открылась достаточно широко оставили труп у балкона на холоде пили курили вся эта грязь осталась почему я думаю что закатали в ковер когда рисовал заметил множество мельчайших соринок на брюках и несколько в волосах пытались выпрямить руки и полоснули бритвой жилет по сухожилию правой руки эти порезы были видны сняли пиджак помятые порезаны сунули ценные вещи в карманы и все потом унесли очень спешили вешали в торопях уже глубокой ночью и это было непросто на вертикальном стояке когда разбежались остался Эрлих чтобы что-то проверить и подготовить для версии о самоубийстве он же и положил на стол на видное место это стихотворение до свидания друг мой до свидания очень странное стихотворение вечерний Ленинград 28 декабря 1990 года действительно из номера пропал пиджак поэта а после осмотра места происшествия кто-то снял лакированные туфли с мертвого тела в процессе своего расследования я получил письменные показания научного сотрудника Эрмитажа Головко в них говорится о том что он до войны учился в техникуме и его преподаватель Шилов доверительно рассказал следующую историю за день до смерти Шилов договорился с поэтом о встрече Шилов подошел к номеру стучал но никто ему не открыл он стал дожидаться вестибюле и увидел что из номера Есенина вышли двое мужчин закрыли на ключ за собой дверь и направились к выходу там они сели в пожидавшую их автомашину и уехали а на следующий день все узнали о самоубийстве у меня есть письменное свидетельство хирурга из Тульской области он отбывал срок по 58 статье в Норильске санитар рассказал ему что когда-то работал в ЧК ГПУ шифровальщиком после гибели Есенина он получил из центра шифротелеграмму в которой оперативным работникам предлагалось распространять слух что Есенин был английский шпион и покончил жизнь самоубийством боясь ответственности за свое предательство я проверил этот человек действительно работал на такой должности но нужной шифротелеграммы мне достать не удалось версию о том что поэт был убит подтверждают и показания Назаровой на днях пришло письмо получить которое я уже не надеялся а дело в следующем однажды известный врач Казимир Маркович Дубровский выступая перед группой художников конфиденциально рассказал о некоторых обстоятельствах гибели Есенина в декабре 1925 года он тогда молодой медик скорой помощи Ленинграда выезжал в гостиницу и лично снимал из петли труп поэта мне захотелось узнать подробности к тому времени Дубровский умер и я решил обратиться к его жене писал но ответа на свои послания не получил и вот неожиданное письмо извините меня за беспокойство и за то что выполняя просьбу ныне покойной Елены Александровной Дубровской я не сообщала вам того что случилось с Сергеем Есениным в Англитере вернее что видел Казимир Маркович Дубровский уж очень запуганное было поколение до последних дней надеюсь что хоть мне не аукнется вы совершенно правы считая что Сергею Есенину помогли покончить с собой судя по рассказам Казимира Марковича Дубровского в номере Сергея Есенина были следы борьбы и явного обыска на теле были следы не только насилия но и ссадины следы побоев кругом все разбросано раскидано битые разбросанные бутылки окурки Дубровский был врачом скорой помощи и был свидетелем многих трагедий за что возможно и поплатился в тридцатые годы а позже и в сороковые пятидесятые годы как говорил Дубровский я ни за что сидел а за что-то тем более не хочу чтобы этому доброму человеку не аукнулось я сознательно не называю его имени как и имена других многочисленных моих помощников после первой моей публикации о сомнениях по поводу самоубийства Есенина на меня обрушился шквал оскорблений обвинений в погоне за сенсацией подтасовке материалов когда же появились новые доказательства насильственной смерти поэта союз писателей СССР организовал даже комиссию по расследованию причин его гибели несмотря на привлечение маститых ученых и криминалистов к сожалению она работала на низком профессиональном уровне исследовав довольно ограниченный круг документов сделав вывод о том что в настоящее время нет фактических и объективных данных чтобы усомниться в точности акта вскрытия тела поэта патологоанатомом Гиляревским члены комиссии не удосужились проверить а составлен ли этот акт Гиляревским и подписан ли он им лично тем более что Гиляревский не утверждает что Есенин покончил жизнь самоубийством и еще любой патологоанатом может составить подобный акт не вскрывая тело на итоговом заседании комиссии на мою просьбу назвать одно хотя бы косвенное доказательство самоубийства ответа не последовало в настоящее время доказательств самоубийства Есенина просто не существует тогда как улик насильственной смерти уже больше чем достаточно и я уверен в действительности их куда больше в закрытых архивах бывших ВЧК ГПУ КГБ и ЦК ВКПБ должны быть тысячи документов из которых можно узнать о той гнусной деятельности вождей партии большевиков и их спецслужб против великого сына России о том как его преследовали сгибали провоцировали обставляли сексотами Важно изучить рабочие дела тайных осведомителей оперативные разработки задания уполномоченных доклады сексотов о проделанной работе личные дела документы по регистрации задержанных и арестованных для установления подлинных обстоятельств гибели Сергея Есенина необходимо опубликовать шифротелеграммы из Ленинграда в ГПУ и ЦК ВКПБ переданные 28 декабря 1925 года только таким образом можно внести ясность в это умышленно нерасследованное дело но к какому бы мы выводу не пришли покончил Есенин жизнь самоубийством или его убили в любом случае против великого русского поэта совершено преступление пережить многочисленные аресты постоянно чувствовать на затылке чекистки Маузер читать о себе в газетах десятки клеветнических статей неоднократно быть избитым и обворованным испытания не из легких однажды мне пришлось защищать поэта обвиняемого в государственном преступлении которое он естественно не совершал за несколько месяцев сильный мужчина посидел меньше двух лет осталось до столетия со дня рождения Сергея Есенина власть придержащие ничего не делают чтобы увековечить память великого патриота России в Москве нет памятника Есенину нет музея чудом сохранившиеся документы не исследованы большинство их хранится в неприспособленных помещениях и может погибнуть враги поэта продолжают мстить ему и после смерти дважды горел дом в селе Константиново умышленно поджигалась квартира Софьи Толстой в Померанцевом переулке где последние месяцы жил Есенин почти отреставрированный дом с мемориальной комнатой в Строчановском переулке полностью уничтожен на улице Герцена в доме примыкавшем к зданию Московской консерватории в двадцатых годах находился книжный магазин в котором трудился Есенин как как только на его стене появилась мемориальная доска дом был немедленно подожжен до сих пор уголовные дела возбужденные в двадцатых годах против Есенина при отсутствии доказательств его вины прекращены за смертью поэта а не по реабилитирующим обстоятельствам за несколько часов до гибели Есенин пел свою любимую в последнее время песню что-то солнышко не светит над головушкой туман то ли пуля в сердце метит то ли близок трибунал ах доля неволя глухая тюрьма долина осина могила темна наш долг снять завесу с тайной гибели поэта и смыть черную краску наляпанную толстым слоем Сергей Александрович Есенин родился 3 октября 1895 года убит 27 декабря 1925 года великий русский поэт досветится имя его политик и того Продолжение следует...